Ребята, всем привет! Сейчас я вам покажу то, что я вижу, и вы поймете, почему я счастлив и рад. Посмотрите на эту красоту. Просто какой-то невероятный закат. В то же время спускаешься, там пляжик. Вот эта набережная очень долго тянется. Сразу говорю, я хожу в Тапулях. Посмотрите, как красиво. То есть у нас с одной стороны вот здесь вот горы, там же какой-то старый городок, здесь какие-то небоскребы. Ну, их мало, на самом деле они все там дальше. Зачем я повернул каверу, не знает никто, но бог с ним. Парковая зона, ходят люди какие-то, скоро здесь все загорится, будет красиво, ну вот это вообще бомба. Сейчас покажу вам зум, профессиональный. Вот так вот. Ладно, вернем. О, такого зума человек, что еще не видела. Это самолет. Ну что ж, обычно я шучу какие-то шутки, а сейчас просто желаю всем приятного просмотра, позитивных вибраций, вставочку вонючек сейчас сделает. Ребята, хорошего настроения всем. Приятного просмотра, дорогие зрители. Друзья, всем привет, вы на канале Женек. И я ни в коем случае не забыл. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Бумага. Тут очень много умников пишут. Я уже знаю, как Женек играет. Давайте. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень. Отбейте кулачка. И третий раз. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. И снова бумага. Честно, уже устал напоминать. Но если вдруг кто-то пропустил, обязательно пишите, выиграли или нет. В противном случае очень тяжело будет налаживать финансовое благополучие. Вот. У меня уже очень много есть клиентов, кто пишут. И у них сейчас реально идет все в гору. Поначалу ролика можно было понять, что я достаточно сейчас веселый, счастливый, задорный, озорной и т.д. и т.п. Только вот недавно, получается, был Тбилиси, 6 часов на поезде. И вот я здесь, 29 этаж. Там горы, там море, здесь парк. Очень мне это все нравится. В общем, сегодня смотрим с вами 15-я серия. Великолепного, потрясающего, шедеврального, скандального и еще куча любых рандомных слов третьего сезона. Я хотел бы, конечно, смотреть это вечно, но все когда заканчивается, серия все 18, поэтому мы уже почти у финала. Я не знаю, кто выиграл. Я максимально абстрагируюсь, поэтому если вы какой-то пакостник и захотите заспойлерить, у вас не получится, потому что последние выпуски я стараюсь комментарии уже практически не читать. Потому что я боюсь всяких идиотов, которые там «Она выиграет!» Не-е-е, так это не работает. Я не буду смотреть принципиально. Вот, поэтому держу максимальный интерес. Вас, как обычно, благодарю за то, что проявляете активность, смотрите ролики, комментируете, лайкаете. Являетесь подписчиками моего телеграм-канала. Некий канал, 70 тысяч подписчиков. Огромное спасибо всем, кто оттуда, кто и нет. Зайди по ссылке в описании, подпишись. Ладно. Вот. И еще из хороших новостей. Мне сегодня в очередной раз заблокировали Инстаграм. Это, ну, реально радует. Вторая блокировка за последние, там, несколько месяцев. Ну, это реально круто. Никакого мата, никакого обсуждения политики, ничего. Просто вот что-то убрали и убрали. Ну, вот это, блин, реально здорово. Мотивацией появляется какая-то невероятная. Вести эту социальную сеть. Реально очень крутая социальная сеть. На самом деле, посмотрим. Может, конечно, и вернут, но меня уже, если честно, просто забил. Типа, есть, есть, нет, нет. Ай, блядь. Глава 6 телега, реально. Вот. Не помню, говорил ли нет. Спасибо, что ставите лайки, пишите комментарии. Огромное спасибо за каждый просмотр. Вот. Мне очень приятно. Я понимаю, зачем я работаю. Есть мотивация. Вы меня мотивируете. Круговорот. Воды, вещей, в природе. Вот. Короче, всем приятного просмотра. Самых позитивных вибраций, добра, улыбок и так далее. 15 серия, пацанки, третий сезон. А кто меня любит сильнее, чем обычно, включите, пожалуйста, VPN. Поставьте любую страну, например, Америку. И смотрите ролик. Все. Приятного просмотра, друзья. Напомним, в конце прошлой недели случилось... Оооо, вот это очень круто. Круто почему? Потому что я так хотел бы, чтобы Зарина поехала. И я был уверен в том, что, ну, у телеканала Пятница точно найдутся бабки, да, чтобы оплатить ей билет в Мексику. Ладно, пропустила, со всеми бывает. Либо это какой-то сценарий странный. Может быть, она по каким-то обстоятельствам не могла покинуть Россию, я не знаю. Вот, но когда они сказали в конце, то, что, типа, она не сможет. Ну, это бред. Типа, не сможет почему? Ну, приедет, пусть на следующий день. Вопрос. Это денежный вопрос для Пятницы или что? Предвиденное. В день вылета в Мексику Зарина опоздала на самолет. Водичка. Не забываем про наш литраж. Я, если честно, жру здесь много всего. Всякие хинкали, хачапури. Мне кажется, я скоро буду весить уже, не знаю, 110, блядь. Вот, ну, воду стараюсь пить. Вообще сейчас как новый. И таким образом покинула Школу Леди. А тем временем трое полуфиналисток уже... А, все, покинула Школу Леди? Типа, ни прощание, ничего, просто покинула и все? Чего, блядь? Ну, это же... То есть, она покинула Школу Леди не потому, что она не справилась с каким-то там заданием, да? То есть, ну, причин может быть просто миллиард. Она просто поехала не в тот аэропорт. Все, пока. Блядь. По-моему, звучит как какая-то хуйня на постном масляне. Мексики. За нами должна что-то приехать. Мы ждали, что нас по прилету в Мексике будут встречать либо преподаватели, либо какой-то гид. Мы сейчас поедем на какой-то вообще крутой тачке, как Леди истинная. О, вот это наша? Блин. Едут какие-то левые машины, и ты думаешь, все, это за нами по-любому, за нами. Ну, типа, они проезжают мимо. Ну, вот сюрприз. Похоже, пацанок в Мексике никто не встречает и никуда везти их не собирается. Что им делать, девочки не знают. Такое ощущение, что они просто на Василия Островского дворах где-то в Питере. Что-то пока не увидел Мексику. Ну, вот единственное, дед был похож на мексиканца. Я разбираюсь в дедах. Жарко. Тут плюс 50, да? Плюс 35 сегодня. Прождали мы час. А ну, когда тебе жарко, и с тебя стекает пот и болит живот. Как Гацелл. Выбор специалистов номер один. И тут, значит, из угла вылетает огромная шляпка. Мой же, мой! Мы смотрим, и идет... Оооо, ну я же говорю, ну идиотизм, типа, ну, поехал я в тот аэропорт, господи боже мой. Фух, слава богу. Хорошо, что Зорина здесь есть, у меня появилось настроение, потому что такой выгон был бы для меня, не знаю, самым тупым в истории пацанок. Типа, за что? Зори, ну, типа, в костюме гриба какого-то. Что это такое? Мухомор. Вот, точно. Бежит, типа, такая радостная, как будто у нее ничего не произошло, она не опаздывала. Непредвиденный случай, это форс-мажор. И мы всем преподавательским составом все-таки приняли достаточно трудное решение, чтобы Зорина присоединилась к своим одноклассницам. Привет, Зайка. Я очень была рада Зорину видеть, правда, тем более, я знаю, как она хотела и мечтала попасть куда-нибудь за границу. Как ты летела? Расскажи, почему аэропорта перепутала? Да, блин, это так получилось случайно. Просто перепутала, ну, типа, с кем не было. А что это? Привет, Ксюн. Привет. Это твой, ручная кладь твоя? Девочки еще не догадываются, но именно этот сундук и станет для них главным испытанием от преподавателей. Мы скрываем конверты в конверте. Буэнос адиас сеньорес, да? По традиции школы леди неделя за границей это не только отдых, но еще и проверка ваших знаний. И вас ждут экзамен, который начинается прямо сейчас. Ха, экзамены? Было написано, что вообще всю информацию мы будем получать на планшет. Хаунтик, ты что там крякаешь-то, е-мое? С любовью, Лаура Альбертовна. С любовью, так мило. Лаурка. Пришло сообщение от Лауры Альбертовны. Блин, я не учусь. Боже мой. Блин, я не учусь. Найти место для ночлега. Уверена, вы блестяще справитесь с этой задачей. Блин, как мы сейчас... Да, учитывая английский девчонок, они справятся с этим просто на ура. Hello? Where... Как спросить? Where are I from? Where are you from? Да. Я просто помню, как они встречали иностранцев. Не, я думаю, что, наверное, и без знания английского можно каким-то образом выбить ночлег. Что у них там? Планшет есть? Может, интернет? Переводчик? Короче, ладно, посмотрим, что я начинаю гадать, блядь. Вот единственное, что мне интересно, найдут они что-то или нет? Конечно, найдут. Найдем. Мы по-английски не бе-не-ме. Мы там по-русски-то не все нормально разговариваем. Во-вторых, мы не знаем местности. Вы думаете, зачем вам сундук? В финале будут только лучшие. Только трое из вас. И вы сами определите финалистов. После каждого испытания, каждая из них будет голосовать, кто же из них был четвертым лишним. Ну, все, что? Мясо началось. Просто я на чемодане, так я думаю. Ну, просто я знаю, насколько там три подружайки. У меня были первые мысли о том, что я буду оценивать всю объективную ситуацию. Если я не справлюсь, то значит, я в этом сундуке буду. И что делаем-то? Все, начнем. Надо найти ночлег. Надо просто найти ночлег. Там самые главные слова это help, brothers. Нам негде sleep. Мы намеренно оставили наших учениц без денег. Да, слава богу, что все иностранцы такие, негде? А, ну типа, значит им негде. Да, они такие, да, хорошо. Блядь, что я сказал? Короче, вы поняли. Можно не комментировать больше ничего. Мы хотим посмотреть с преподавателями, насколько они за 15 недель в школе Леди стали организованными, насколько их логика будет соответствовать ложным обстоятельствам, в которые они попадут. No home. No home. No money. No home. Хотим sleep-sleep. What are you looking for? Что? А сейчас никто не знает английский, что ли? Ксюш, ты же знаешь английский. А, подождите, у нас же Ксения Милос. Это носитель 45 языков, 28 разных видов боевых искусств. И вообще всего абсолютно. Что ж она там стоит-то вдалеке? Ксюша. Ксюша. Уже Ксюша Милос не спешит выполнять первый экзамен от преподавателей. Я представила себя на месте прохожих. Пойдем к тебе домой. Это too much. Милка не делает задания. Окей. Ну, типа, четвертый лишний привет. Hotel. No money. No money. I'm sorry. Ехал мужик. Какой-то странный велик трехколесный. Hello, hello, hello. Я вот так говорила. Hello, hello, hello. Привет. Бед, и типа думала, что он меня поймет. Help. Help me. Sleep. Sleep. Ну да, я так и думала. А он на английский не понимает. Все тут. No fucking English. Лен, ну я вот реально, знаете, пытаюсь понять логику. Вот Милос дошла до финала. Сидит. Единственная, кто говорила сто тысяч раз о том, что знает английский. И вот финал, где нужно выкладываться, она просто на похерах сидит и все. Я, конечно, понимаю, что она там глубоко в душе там самая, может быть, сильная, самая там яркая. И все прекрасно понимают, что она в итоге войдет в финал. Но почему она позволяет себе так себя вести? То есть, ну, они в другой стране. Это реально сложный процесс. Ну, социализация, найти жилье вообще. Ну, тут много всего. Это too much. Да, давайте просто сидеть, блядь. Вот это реально, вот ты не четвертый лишний ни в коем случае. Реально помогаешь. Молодец. Well you просто 100%. Ну, короче, все нам отказали. Вообще. Мексиканцы, кстати, прямо вот на бетоне спят. Блин, а бетон-то горячий в натуре. Девочки, уже присматриваетесь к бетону? Неужели вы готовы так быстро сдаться и провалить первое задание директора школы? Да какой-то минивэн, значит, подъезжает, который ржавее, ржавчиного. Это автобус? Я первый раз вижу такое на ходу. Алло. Стоп, стоп, please. Из него вылетел к ней. Это такой, знаете, как из этого, из Кубиду, блядь, автобус. Понятный какой-то Чингачкук. Тарзан такой мексиканский. What is your name? My name is Miguel. My name is Anna. Ооо. А по перьям Филипп Киркоров. Индеец с гордостью сообщил, что на его родном языке имя означает олень. Черт! Олень! В натуре олень. Мигель, олень. Мигель, он будет такой счастливый. Мигель звучит солидно, но олень это вообще. Жесть. Do you have home? Да он не может, у него нет квартиры. Посмотрите, он точно не живет дома. Мы начали ему говорить, поехали к тебе домой, олень. Ну, типа, в твою страну оленью, типа. Так вас интересует жилье? Горох что-то сегодня вообще разрывная на разрывной. Я могу это устроить. Да, кстати, хорошо, что это Мигель не с телеканала «Пятница». Просто проезжал чел, остановился, потанцевал и сразу же сказал «Я могу вам все устроить». Я поняла, что он спит на каком-то лесу, что-то места много, что бы нас не взять. Ого! О, боже мой! Жесть, серьезно! Это вообще пиндос! Я думала, мы сейчас поедем, а он просто где-то развалится. Жесть! Это просто вообще тачка на прокачку. Ехать не пойми куда, сколько, что-то нас ждет непонятно, быть может, мы, не знаю, в тюрьму мексиканскую у нас сразу. Чем закончится поездка с оленем, никто не знает. Но зато никому не скучно. Мы решили, короче, бахнуть его свою песню. «Выходила на берег Катюша, на высокий берег на трутой». В общем, мы ехали очень долго, очень долго. Наконец, на втором часу поездки Мигель сообщил, что прибыли. «Куда он нас увез?» «В какие-то джунгли». «Наши халапута». Да, у меня такое ощущение, что я смотрю, какая-то любовь на выживание. Знаете, когда они всегда приезжали в Камбоджу, вот эта пара проходит какие-то испытания, но в то же время это пацанки. Третий сезон их отправляли в Мексику. В Мексику. Я реально хочу сам теперь в пацанки попасть, чтобы меня отправили куда-нибудь в Мексику. Я потом с удовольствием все испытания прошел. Я бы и без знания английского там нашел квартиру. Поверьте мне. Первое, что я вижу, какие-то иконы. Пацанки выдохнули с облегчением. Все-таки не мексиканская тюрьма. Но прежде чем узнать, в каких апартаментах их поселит Олень Мигель, девочкам необходимо... Ну, да, звучит, конечно, е**но немного. Олень Мигель, блядь. Вот, Мигель, знал бы ты, что про тебя думают на телеканале «Пятница» и зрители, и участницы. Ты олень, Мигель. Проголосовать кто, по их мнению... Причем, знаете еще, что забавно? Для любого народа, кроме русского, олень, ну, скорее всего, типа, какой-то символ. Или, может быть, какое-то знаковое животное. Ну, понимаете, да? И только у нас олень, значит... Ну, олень, блядь, которого там огрели где-то. Ну, олень, он ее... Ну, блядь, просто, ну, баран. Типа, только у нас можно, типа, обозвать человека оленем и подразумевать под этим какого-то идиота. Он уже всех справился с заданием найти жилье. Ну, если, конечно, брать вообще общую картину с самого начала, то Ксюша была лишней. Ксюша менялась. Не то, что не справилась, но она была слабее всех. Да, она потом собралась, но факт сам того, что она психонула. И мы заходим, и там начинается, короче, трек. Целая орава людей там, короче, стояла. Все такие маленькие, как будто это дети. Добро пожаловать, мы племя Майя. Рады приветствовать вас. Мы начали знакомиться, и она говорит... Это мои сестры. Это Мария Исидра, Мария Брехиния. Да, 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 слава богу, они все с лета понимают. Никакой переводчик не нужен, никто не переводит. Вот, они... Зарина сразу такая, ага, это сестры, слышите, да, это... Вот Мария Сабина, вот Мария Кармелина. Но странно было то, что все женщины у них были, все Марии. Просто, не знаю, у людей фантазии, что ли, нет. Мария 1, Мария 2, Мария 2. Мы почитаем дему Марию Гвадылубскую, поэтому у нас принято называть всех женщин ее именем. Проходим мы дальше. Мне кажется, у Зарины просто столько эмоций. Она в другой стране, недавно прыгнула с парашюта, летала на параплане. Сейчас с какими-то обезьянами, блядя, держишься за ручку. Я в эти моменты почему-то очень рад за Зарину. Домашнее животное, то есть вот как у меня дома кошки. Я хочу то, чтобы у меня обезьяна была. Я бы только из-за нее там осталась жить. Блядь, не вижу себя из-за лампы и не понимаю, я там в фокусе, в расфокусе. Куда камера смотрит? Влево, вниз, вправо, блядь. Впрочем, говорят, давайте, принимайте вы наши традиционы, переодевайтесь в наши костюмишины. О, это юбка. Мне, как всегда, по размеру достает. А это вот? О, это я возьму себя. Белое платье, длинные юбки. Блядь, у Мила с нашей сиит ребенок. Я думаю, что у нее за ноги свисают около ушей. Что происходит, блядь? Типа нормально у меня все с головой идет. И цветы на голову. Как будто с масленицы сбежали. Поскольку вы сегодня наши гости, мы хотим оказать вам честь и попросить принести в жертву курицу. Убить курицу? Нет. Окей. Леди не убивают курицу. И это не про меня вообще. Для меня это было чисто задание, которое мне нужно было воплотить в жизнь. Я не хочу убить, убивать. Напоминаю, Ксения, то, что первое задание было тоже просто заданием, которое нужно было воплотить в жизнь. То есть просто подойти к незнакомым людям и на каком-то ломаном английском спросить, где я могу здесь переночевать. Все. Ну, почему-то ты это проигнорила. Кого? Я тоже не знаю. Ну, Ксюша убьет, она хочет. Я думаю, мы просто сломим ее. Ну, типа, это будет шутка, типа, что мы принесем ее в жертву. Ты куда ее понесла? Да, да не неси ты им, да пожалуйста. Да не надо, я убиваю. Ну, поддай ее. Мне очень было ей жалко, я просто думала о том, ну, как, ну, что она чувствует. Они все равно ее поймают. Они давай ее. Они поймают ее все равно. Да пожалуйста, ты хоть не давай. И ребенок такой, у меня мамка завалила вчера 16 кур, мне уже настолько похер. Курица. У меня вот самой прям, не знаю, разрывало душу. Да блин, Зорь, ну хватит, пошли. Тут началась еще паника жесткая. Ну, мне надо убивать курицу, ну, пожалуйста, нам не надо. Мы не хотим ездить. Надо убивать курицу. О, Боже, Мария, Мария, нет, не убивай курицу. Ну, пожалуйста, не убивать, я умоляю вас. Она слишком серьезно относится к этому всему, очень серьезно. Тем временем Ксюша Милос впервые за все время в Мексике наконец оживилась. Я нереально люблю себя испытывать на прочность. Да хватит, все нормально сейчас будет, не переживай. Все, что связано с тем, что... Милос прям как будто это прикалывает. То есть Зарина плачет, она такая, ух, и я проснулась. Давайте уже, блядей, реклама Кагоцела, Либлидерм, шоу вас там еще? Таким людям непосильно, я от этого тащусь, у меня прям глаза загорамятся. Дайте ножку больше. Что она делает? Она готовится? Да. Пожалуйста, ну не убивайте ее. Нет у нее, блядь, сердца. Для нее это какая-то забава была, поймать курицу и замочить ее. Если бы нам надо было найти коня, бегемотов, крокодилов, она бы сделала все. Вообще убила бы любого. Для нее это не проблема. Жесть, я в шоке. Просто жесть. Вот этими ручонками. Ты молодец, ты убила курицу. Просто грязь, слезы. Я в шоке, правда, это ужасно. Да не трогайте меня, пожалуйста. Пойдите. Если честно, у меня было состояние аффекта от злости. Если честно, я бы хотела сама милость тогда бушку отрезать. Мне даже не верится, что я вообще смотрю пацанок. То есть они где-то не в доме леди, не в Москве, а не в Мексике. Кто-то кому-то отрезает голову. В то же время Зарина говорит, что она бы отрезала голову тому, кто отрезал голову курицы. Орезала человека, она сидела четыре раза в тюрьме. Она, ну, типа, просто вывозила такое. Да, нам было тоже неприятно, но вот такую истерику устраивать, это было очень старо. Вот, у гороха золотая середина, типа. Ну да, жалко, но второй момент, типа, это испытание. Курицы режут. Ну, блин, я не знаю, как это объяснить. То есть мне кажется, нужно проще к этому относиться. Да, можно поистерить, но вот так вот. Что, как ты, Зарин? Я не хочу ни с кем разговаривать. Трогайте меня, пожалуйста. Дальше мы пошли, короче, готовить. О, лепешечки я поем, да. У них там такая кухонька, горит, костер лежит, железка какая-то, и на ней эта женщина, их мать, жарит лепешки. Можно попробовать? Они не сладкие, не соленые. Одна из Марии, какая-то, не знаю, шестая, наверное, решила гостинцев. Угарно, что одна из Марии, не знаю, ну, наверное, шестая, бог с ним. Что это такое? Это что, тараканы? Ксюша, это ты тоже можешь. Да. Это такое не ем, для меня это неприятно. Я не потому, что их боюсь, но для меня это мерзко. Я не буду такое сувать себе в рот. Как привычно. Да вкусно. Кузнечки вкусные. Их там лапки такие еще. Я просто захотела. Я, Ксюша Милос, подняла установку. Пойду, сожру, Тарантула живого. Смотрите, у Лунтика сегодня явно какой-то стендап с пародиями. Ну, давайте наблюдать дальше. Нет, ну, мне это не хочется. Ну, короче, мы решили приготовить что-то свое. Типа, совместные блюда с мексиканскими. Из того, что есть, у них была мука, масло, сахар, соль, яйца. Я блины, можно попробую сделать? Ну, я думаю, ладно, пойду замешу тесто. Сейчас. Что я сделаю? Пойду замешу. Запишите это прямо сейчас себе в ежедневнике. Если вдруг мама скажет, ты куда? Всегда отвечайте, пойду что-нибудь замешу. Все нормально будет, заготовим вам оладушки. И вот это как шаурма русская, мексиканская, русская. Короче, наготовили, да, мы пир на весь мир. У нас были оладушки, потом омлет с кузнечиками и кактусы жареные. Идите, присаживайтесь. Иди сюда, малой. Они милые, да? А пришла вся семья, вкусно? Потом начали спрашивать у них, чем они занимаются вообще. А вы работаете? Ну, типа, на что вы живете? Моя мама шьет национальное платье. Мне нравится, типа, вы работаете, ну что вы живете? И они сразу начинают изучать по-мексикански. Ребят, ну блин, ну как-то не знаю. Пробовали бы дальше говорить на английском. То есть сначала они как бы показывают то, что они в какой-то стрессовой ситуации должны у кого-то там что-то узнать по-английски. Ну, типа, это же все просто переводится. А мы делаем под них украшения и продаем туристам. Как бы даже у меня позволяет голова и мозг работать и зарабатывать, и то у них такой нет возможности. Они это все делают физическим трудом. А вы хотите чему-то научиться там читать, писать, образование получить? Хотите это? Для нас это слишком дорого. Наш брат ходит в школу, потом приходит к нам и все пересказывает. В школу они не ходят, никуда они не ездят. Они всегда находятся там. А почему у вас так много детей? У нас так заведено. Индийцев майя осталось очень мало. Поэтому для нас это хорошо. Они даже рожают у себя в этих племенах. Они даже в больницу не рожают. Вот так дико звучит, да? То есть реально же есть сейчас племена какие-то, которые вот так вот живут. Я просто какой-то выпуск смотрел у Лядова, по-моему, который вот этот канал «За люди». И там реально вот он приезжает в племена, и мне даже не верится в то, что такое реально существует. И в то же время я смотрел сериал, по-моему, я, может, в каком-то выпуске даже говорил «Наркос Мексика». И недавние новости относительно читал про Гонололу, по-моему, или что-то такое, штат, опять же, если не ошибаюсь. И там до сих пор есть наркобароны. То есть это я все к чему? К тому, что, казалось бы, вот эти племена, типа, ну, вообще звучит уже как-то нереально. Они есть. Наркобароны до сих пор в Мексике есть. То есть все это там живет. Настолько дико звучит, что аж, не знаю, хочется, знаете, там просто побывать для галочки. Вот это вот все вот так вот увидеть и уехать. Потому что меня, скорее всего, застрелили бы через 15 минут. Ординально другая сторона жизни и уровень жизни. И это вообще заставляет задуматься. И несмотря на то, что у них нет материальных там каких-то ценностей, они довольствуются другим. Они довольствуются то, что у них дружная семья. Мне кажется, это главное, ну, типа. После ужина мы попросили, пустите нас поспать. Проходите, располагайтесь. Здесь вы будете ночевать. Мы заходим в их спальню, но это выглядело не как спальня. Это просто какая-то лачуга, где натянута 4 гамака. Я сейчас через 5 минут засну. Я так устала, что мне вообще все равно, где спать. Спите, отдыхайте, а 500 песо за ночлег вы можете заплатить уже завтра. Они попросили с нас бабки. Да отработаем хорошо. Ладно, хорошо. Но если уж мы здесь, нам куда идти? Не, в ночь, в джунгли, в темноту? Конечно. Слушайте, а сколько песо к рублю? Сейчас, секунду. 500 песо в рублях, это 2000 рублей. 2000? 2000 рублей России. Ну, нормально. Нормально, недорого. 500 рублей получать за ночлег. Остались, решили, ну да. В каких-то гамаках, блядь. Можем заработать. Я за 500 песо заберу этот гамак тогда к себе. Ну и все. Буэнос ночес. Чик-чик-чик. На утро девочкам предстояло искать заработок. Но перед этим, как и завещала Лаура Альбертовна, они должны решить, кто, на их взгляд, был четвертым лишним в гостях у Майя. Ну, здесь, получается, наверное, должны выставить Зарину. Почему? Потому что участие она никого не принимала. Плакала, капризничала. Не хотела, чтобы курицу убивали. Ну, логично. Я думаю, что должны будут отправить Зарину. Посмотрим. Ну да, здесь же получается явно, знаете, такие, типа, две банды. Одна банда состоит из трех человек, а вторая банда из одного. То есть они подружки. И здесь, скорее всего, будет уже такой, знаете... Больше будет отталкиваться, короче, от личной неприязни просто. Вот как Зарина сказала. То есть она даже не обманывала. Дадут чемоданы, пока девочки не расплатятся за ночлег. Мы идем первым делом поутру работать. Работать в Мексике с утра в 35 градусов лучше в чем? Все верно. В форме учениц школы леди. Блядь, еще не можете дать им футболки с шортами? Там можно просто спреть и умереть через 10 минут на Жарен такой. Нам сказали, где нам можно заработать денег. За все в жизни нужно платить. Это экзамен на трудолюбие, выдержку, целеустремленность, а также на способность контролировать свои эмоции. Идем мы дальше. Там, короче, стоят мексиканцы. Такие тронтроливали в этих шляпах, такие мучегасиусы. Мексиканцы обрадовались новым работникам. Вот у вас за спиной кусты. Это называется агава. Из них готовят текилу. Их надо срубить и обработать. Согласны? А сколько вы нам платите? С вас два куста агавы, а с нас 500 песо. На работу у девочек есть два часа. Столько времени остается до сиесты. Я думаю, это все? Сейчас мы эту агаву просто за минуту, тем более, там, кость на геркулес. Вообще нет, не вопрос. Вот и договорились. Переодевайтесь и за работу. Пошли мы переоделись. Были мы, похоже, на Марио. То есть, ну, такие гастрики конкретные. Вот и саки можно взять такие. Вот круто, да, реально перевезли в другую страну кит-испытания. Будут что-то там, какие-то агавы вырывать. И не очень понял, что они там делать будут, но что-то для текилы, вот. Ну, мне кажется, это очень-очень интересно. Взяли инструмент, там были мачете, топоры и такая штука, похожая на штуковую лопату. Смотрите, сперва обчистите все листья, вот так. А, все, поняла. У нас было две агавы, мы должны были разделиться. Давай я с Зорей пойду, Ань, пожалуйста. Что это? Я тупо не хочу с Милкой работать. Ну, мне просто, она всегда пытается перетянуть на себя одеяло, всегда возражает что-то. Почему? Ну, мне с ней удобнее. А мне, б***ь, неудобнее с ней, да, походу? Игра такая, физ твоя все показывает. А Костина, можешь пройти с Милос, пожалуйста? Ну, давай на суэфа. Какая разница, я выполняю свою работу. Меня же сами не в постель кладут. Давай, Зоря оставим с Ксюшей. Давай, я тебе пойду к Ксюшу. Ты серьезно? Ну, окей, иди. Ну, Олег, прошу, вы не хотите же. Иди, Ань, ко мне. Ну, короче, мы порешали, зрительно ушла Ксюша. Ну, потому что Аня Костяна бы не стала бы работать, и Аня Грохова бы не стала. Ну, для меня это типа командная такая работа, мы вместе зарабатывали деньги. Ну, как бы для меня вот этот был важный момент. Нужно было под корень срубать вот эти листики все. И сделать красивенький, похожий на ананас такое деревце. Просто обрубить все красивенько. Прости, братан. Эта Агава нереально колючая. Вот колюче, чем скактус, чем уголки, чем нож. Ты неправильно делаешь. Надо вначале обрубить старые листья шипами, а не махать топором, как попало. Ну, залази, занозы, там я, у меня все были руки расцарапаны до крови уже. Ты понимаешь, что у тебя просто уже ключица, запястье, то есть все устает. Плюс 500 было на улице градусов. Синий. Я смотрю, Зарина, там тупо вот уже просто пузырь красный такой у нее. Щеки покраснели лицо. Вот так вот, как будто она под душем стоит, с ней все течет. Мне кажется, там можно сознание на самом деле потерять. Такая жара, непривычная физическая нагрузка. Плюс давление от вот этих смотрящих, которые говорят, как правильно, как неправильно. Вот сейчас он орать будет. Давайте посмотрим. Это нельзя рубить. Вот это не надо было, да, срубать? Я не знала. Да, блин. Он нас уже штрафует, я слышу. Он говорит, вы срубили нашу маленькую Агаву. Она больше не вырастет, она растет 8 лет. Как вы могли? Вы штрафованы. Я думаю, все. Мне хотелось отрубить ему руку за это. Ани, вы отстаете от второй команды. Очень медленно работаете. В смысле медленно? У нас вон чисто почти все. У меня мозоль уже там выскочила на руке. О, еще этот Педро, да, который там подвизгивал каждые 5 минут. Давайте быстрее. Давайте сильнее толкайте. Глубоко, капец. С корнем вытаскивать это. Но это было очень сложно. Еще надо не лагать. Давай, лежи. Зарина ложится на эту Агаву. Я на нее сверху. Это уже просто доходит до какой-то порнушки. Какая-то Камасутра. Все, у меня пальцы вообще жесть. Мы думали... Неудобно, конечно, здесь сидеть, если честно. Спину все время держать. Вот пытаюсь понять, может мне как-то типа лечь. Ну нет, ну лечь-то я не смогу. Правильно? Правильно. Поговорил сам с собой, просто смотрев в камеру. Это очень легко. Мы пришли туда вообще на лайте. И в какой-то момент мы поняли, что это полное просто ад какой-то. Реально. Мне кажется, я сейчас упаду в омурок. Все? Ладно. Не идеально, конечно. Ну ладно уже. Я просто поняла, что самое мое нелюбимое растение это Агаву. Теперь. Мы, короче, ждали, когда этот чудачок нам заплатит деньги. Мани-мани. Блин, я не могу, вот это русское. Мани-мани. Я обещал вам 500 песо, но вы срубили две молодых Агавы, а для нас это большой убыток. Поэтому вы должны нам 430 песо. Все. Вы убили растение, которому надо вот расти 8 лет, теперь нам придется его заново сажать. Поэтому я могу вам заплатить только лишь 300 песо с вычетом штрафа. А, ну нет, 300 это все равно хорошо. Это очень мало для их меры. Девочкам придется снова искать подработку, ведь до нужной суммы не хватает еще 200 песо. Но перед этим нам придется решить, кто, по их мнению, был четвертым лишним на этот раз. Я никого сюда не напишу. Все, ну, прям жестко пахали. Здесь у меня будет жирный прочерк. Мани-мани. И даже Ксения Милос ничего не поставила. Удивительно. То есть все, все довольны друг другом. Это хорошо. Мани. Надо доработать еще 200 песо. И мы думали, откуда нам их брать. Девочки решили ехать в ближайший город и попытаться найти там еще подработку. Начали ловить тачки. Friends, my friends. Ловим вот, значит, тачку такие, и я понимаю, что как бы люди на нас неохотно реагируют, либо все как бы... Ну что, ребята, вот так вот выглядит максимально... Максимально наглый женек, ребят. Ну реально, болит спина. Здесь не суперкомфортные условия. Завтра вот буду в зале снимать, там прикольно. Сегодня уже решил здесь, все настроил, а потом понял, что я уже не вывожу вот так вот сидеть. В ролик идет час сорок, то есть это материалы на два с чем-то. Я сегодня с вами полежу, с вашего позволения. С другой стороны, кто еще лежал хоть раз? Видели? Я нет. Так, ну что, картинка вроде как нормальная. Давайте, погнали. Тут не в нужном нам направлении. Один за другим... Бля, прикольно на самом деле. Чего я раньше реакцию так не снимал? Можно же просто валяться и смотреть с вами. Напишите обязательно, как это, наглость или это прикольно. Зеря отказывались подвозить пацанок. Sorry, sorry. Было очень жарко, мы не знали, что делать. Смотрим из-за угла, выворачивает зоомашина какая-то. Hola! Hola! Есть? И чисто по заместительству, эта зоомашина, как обычно, подходит к пацанкам. Они понимают друг друга с полуслова, просто вот так вот, при этом не могли до этого сказать hello нормально. И сейчас отправятся на какую-то ферму, видимо. Он остановился, и я такая думаю, боже мой, надо его пропустить дальше и поймать нормально, может там бус поедет или еще что-нибудь с кондиционером. И он говорит, прыгайте козом. Выбора нет, они согласились нас подвезти, мы залезли в эту клетку к этим зверям. Давайте, я буду держаться вот тут тоже где-нибудь. А можно залезть вовнутрь? Так что я поеду? Ну, как-нибудь. Там был внутри, короче, козел, индюк, петух и свинья. И мы начали приказывать, что типа это мы. Ксюш, не должны их, я тебя моляю. Вот ей же надо потрогать их, ей надо, чтобы они ее полюбили. Смотри, я милка, меня надо любить. Бля, обожаю, я уже вам сразу говорил, уважаю, когда горох начинает вот это типа, ей же надо обязательно то-се, в шпагат бы еще, блядь, села, но это же милка. О, кстати, взгляните на экран, вот у меня у отца такие же зеркала в машине, через них реально очень хорошо видно, что происходит на дорогах. И сказать честно, я бы хотел себе, скорее всего, наверное, первый автомобиль, чтобы тоже вот, ну, было удобно. Ни капли, видите, не сгнившие двери, хорошие зеркала. Короче, в целом, машина не может не радовать, реально хорошие. Я себя таким этим бэтменом сейчас ощущаю, да, вот так стоишь такой. Я еду спасать мир! Девочки доехали в город только под вечер. Какой-то курортный, туристический город, типа. Капец от народу! На туристах всегда зарабатывают бабки. Кто-то будет танцевать, кто-то будет петь, а что бы... Да, Лунтик, она вот, какое-то у нее мышление такое, около предпринимательское. А на туристах всегда зарабатывают бабки. Я раньше об этом не думал. Вот сейчас так задумался, а ведь реально, туристы приезжают и очень сильно поднимаются в ВВП страны. Спасибо. Спасибо, Аня, спасибо, очень полезная инфа была. За петь я не знаю, мы их песни не знаем. Мы в любом случае понимали, что нужно какое-то развлечение, чтобы заинтересовать туриста. Может, давайте какие-нибудь прикиды найдем? О, смотрим, стоит женщина. Она продавала прямо на земле какие-то платья, сумки, ну и всякую прочую, короче, это, подпихню. Давайте вот это напяляем. Нам нужно что-то переодеться, чтобы это было хоть небольшое, но подобие на шоу. Можно мы возьмем у вас костюмчики? Конечно, красавицы. Один костюм 300 песо. У нас ноу-мани. Нет денег, нет платьев. И тут Зарина, как в старой, добрый, говорит, возьмите мои часы. Серебряные. Залог, залог. Это дешевка какая-то. Я на себя смотрю такая, думаю, для них это слишком. Да правда, дорогие, мне очень. Я потом отработаю вас, я вас найду. Окей? И она такая посмотрела. Ладно, берите, ну, чтобы через 20 минут костюмы были здесь. Окей, окей, окей. Погнали, погнали. О, боже, мы переоделись. У них выглядели, как какие-то цыгане тупо. Ой, в таком-то виде. Ты давай. Хуже еще никогда в жизни не надевала. Hello. Hola. Hola. Мы решили, что мы будем просто орать, плясать. Просто там, ааа, все хорошо. Мы русские, нам можно. Да, слава богу, потом за то впечатление у всех народов о России. Типа, о, ясно, это эти, балалайка, медведь, водка. Спасибо, спасибо, девчонки, спасибо огромное. Money, 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 dance. Нет, вы что, эти танцы не стоят этих денег. Слушайте, давайте так, все-таки раз я уже обнаглел, вот в целом так удобно. Но неудобно то, что вот так приходится смотреть. А вот если я сделаю вот так, просто, блядь, оборзевшая скотина. Итак, ребята, я сменил позу. Здесь должна быть реклама келлинг-клиент трусов, но, к сожалению, мне они еще не написали. Как там? Боже. Ну я и херевший. Ладно, погнали. Машин туристов, танцы, 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 танцы. Они у нас срели типа, что вы, что тупые, за что вам давать деньги. Бесплатно мы на вас посмотрим, а денег платить не будем. Потому что хитро... Мы вроде только начинаем с ним, они нами интересуются, мы такие, он мани-мани, и они такие, ну, 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 ну. Чака-чака-чака-чака-чака-чака-чака-чака-чака-чака-чака-чака-чака-чака-чака-чака. Что-то танцевали, возле него терлись, пели ему, а он им ничего не дал. Все было сложно заработать. В итоге, я смотрю, просто нас вызывает какой-то официант в заведение. Мы заходим, нас встречают вообще бурно, орут, там, как будто зашли звезды. И вот там началась нормальная пати, наконец-то. Альдентро, мальдентро, бухэнто. Блин, какие-то прям заклинания Гарри Поттера. Уже всем было хорошо там. Как раз это именно то, где, когда тепленькие люди готовы там деньгами разбрасываться. Зарина просто ходит по Мексике, бля, все, money-money, dance-dance. И знаете, она просто берет какое-то английское слово, которое она знает, повторяет его дважды и думает, во, вот эта связка точно пригодится. Девочки не рассерялись и начали подыгрывать веселым туристам и просить деньги. Мы, короче, взяли у чувака кепочку, давай собирать, кто что давал. Спасибо! Спасибо! Настроение поднялось на самом деле. Ну и все, мы выходим, мы счастливы, мы рады. Круто, я бы с ними осталась. Так, что у вас есть? У кого деньги? У тебя, ксюж, деньги? Ола! 230, 240. 240. Серьезно? 250. Десять, серьезно? О, это хорошие люди, черт возьми. Просто повезут. А вот тебе атмосферна, так. Крутяк. Они весь день были на вот этих плантациях, там, их мучили, они все вспотели, они заработали 300. Здесь просто сходили, бухнули в бар, 200 с что-то там с чем-то. Интересно. Блин, у нас нереально уже поднятое настроение. Девочки, у нас уже страшно переодеваться и идти отдавать бабки. Да, да, погнали. У нас времени нет, поехали. Теперь у девочек есть необходимая сумма, чтобы рассчитаться с мая. А еще деньги на такси. С мая. И так же им бы еще не помешало бы рассчитаться с апреля и с февраля. Вот такие вот шутки. Еще и лежу, блядь, под кондиционером. Просто, знаете, типа, женек, 10 месяцев назад. Друзья, всем привет, сижу, спинка ровная, женек, 10 месяцев спустя. Ну да, что-то там с Зариной повторяет по два одинаковых слова. Ладно, давайте дальше. Утром перед встречей с Оленем девочки решили выбрать, кто же был четвертым лишним во время танцев с туристами. Вообще нормально, все зарабатывали деньги. Тоже никто. Это Маню Костину вообще не помню. Да мы все выложились на танцах. Я не могу сказать, чтобы там кто-то ярко выделялся, что в хорошем, что в плохом плане. Ну, я не активно участвовала в этом. Пацанки вернулись обратно в деревню. Вот пока то, что я вижу, опять же, на данный момент, горох реально очень конструктивно рассуждает. У нее всегда вот какая-то, знаете, золотая середина. Нет вот этого, из крайности в крайность она не впадает. Вот, и сама Костина признает то, что ее было мало. Я просто уже не первый раз замечаю, что горох прям куда-то попадает ровно вот так. Потому у меня до сих пор к ней респект. Вот он тянется уже, не знаю, там, условно, серии какой-нибудь там седьмой-шестой по вот эту вот пятнадцатую. То есть я прям вижу, как человек нормально рассуждает. Вот это очень важно. Это при том, что они дружат с Костиной. Понимаете, да? То есть она могла просто сказать, милос из-за неприязня. Мне там не нравилось то, другое, третье. Она такая, Костина что-то не было. Вот, это круто. Чемоданы. Итак, все 500 песо у нас, значит, в кармане. Идем мы на серьезную стрелу. Порешать вопросы с нашими чемоданами. Hola, amigo. Hola, amiga. Good. Good, good. Деловой там. Че, деньги принесли? Мы такие, да, принесли. Мами, work. Ты там товар принес, наш чемодан. Да, он такой, говорит, принес. Thank you. Мы вроде как криты. Пожалуйста, держи мани, у нас чемоданы в кармане. И все, он ушел в закат. Но недолго пацанки скучали посреди джунглей. Лаура Альбертовна снова напомнила о себе. Пришло сообщение. Пип-пип. Мне всегда страшно их читать. Потому что ты не знаешь, что там ожидать. Вам очень необходима удача. Отправляйтесь к шаману. Что? Я думаю, опять всякие обряды. Боже мой. К шаману? Ну, на самом деле, это очень интересно. Вот я живу в Якутии. У нас тоже есть шаманы. И где мы его найдем, этого шамана? В лесу, наверное. Ну да, они, короче, играли, была музыка. Оба-на. Там есть поесть? И там такая тропиночка к нему. Прямо, вы просто вдумайтесь на секунду. Хоть это и банально, да? То есть, скорее всего, кто-то из вас сегодня достал свой айфон. Возможно, последний. Вот так вот свайпнул. С помощью Face ID разблокировал экран. Зашел в какой-нибудь Яндекс.Еду, в самокат. Заказал себе это все. Тебе привезли. Ты открыл дверь, получил, съел. Даже посуду мыть не надо, потому что тарелки одноразовые. Теперь внимание на экран. Там ловцы снов висят на деревьях. Мы предложили нашим ученицам... Просто ребята стоят всю жизнь, стучат в барабаны. Вот так вот измазанные чем-то. На каких-то веревках висят какие-то камни священные. Слушайте, я прям благодарен, что я вот родился в это время, в прогрессивное. Я не из племени. Вот я не говорю, что это плохо, но я бы, наверное, сошел с ума. Но, возможно, я так рассуждаю, потому что я уже знаю то, что есть много всего вокруг в мире другого. Вот. А, наверное, те, кто в племенах, им кайфово. Отправиться к мексиканскому шаману – это некий жизненный опыт, который должен помочь им увидеть мир во всем его многообразии. Мир же – это не только наука, это не только искусство, но еще и древние традиции. Ой, прикольный! Смотрите, он какой раскрашенный! Там стоит такое бунгало большое, черепа какого-то козла. Меня зовут Хуан. Хуан, Хуан. Шаман, он внушил доверие. Вот сразу взгляд его, он глубокий какой-то. Мой народ верит в целостность этого мира. И то, что в нем нет случайностей. Я знаю то, что вы сегодня здесь – это не просто так. Ну, я стояла, как скептически к этому относилась. Думала, так, не надо мне эту толстую лапшу. Быть здесь и сейчас – это самое важное, что есть для нас в этом мире. Живите здесь и сейчас. И я такая думаю, опа! Лиля, это вы? После этого момента, как он это сказал, я еще больше стала ему доверять. Очень прошу вас, снимите вашу обувь. Хотела приблизить нас с природой, что мы все созданы от природы и что мы как-то с ней взаимодействуем. Почувствуйте планету. Она живая. И она одинаково любит каждого из нас. Мать природы, поцелуйте землю. Ну, о чем речь-то? Ну, серьезно. На все в жизни есть свои причины. Но сегодня я хочу предложить вам принять участие в церемонии, которая очистит ваш дух, тело и голову. Стояли, и вот он первым обратился к Зарине. Я вижу в тебе силу. Внутреннюю. Ты выдержала очень трудные ситуации. Он начал говорить мне то, что я воин. То, что в моей жизни было много таких моментов, когда мои руки были связаны. Далее шаман обратился к Анне Горуховой. Вот что я тебе скажу. В твоем сердце есть другое измерение. Но путь к этому измерению ты ищешь через фальшивую дверь. Я поняла, что он говорит о том, что я пытаюсь обмануть себя. Пыталась обманывать себя, когда употребляла наркотики и искала какие-то фальшивые миры. Твой истинный путь не там. Ведь все, что ты ищешь, ты можешь обрести в радости и счастье. В танце, в песне. И тогда ты взмоешься ввысь. Все, что он говорил, в каждое его слово я верила. Потому что я сама придерживаюсь такого же мнения про закон Вселенной, закон притяжения, про мысли. Потом он перешел ко мне. Тебя грызет неуверенность. Вот он попал, да. То есть что есть, то есть. Это твой якорь, который держит тебя. Стою, и я смотрю на свою ногу. Я понимаю, что там кто-то сидит. Я как заору. Да блин, ты чего, Боже мой? Милоска, к***. Страха сама. Ааа, все, успокойся. Тихо, все, все, тихо. Она жала. Бля, я потом сошел с ума, потому что это же Мексика. Они еще в каких-то полуджунглях, где племена живут. Мне кажется, там столько живности. Я уже сто раз говорил про то, что если я вижу осу, это не шутка. Я реально убегаю. Ну, просто вот паническая атака. Я не знаю, с чего она взялась у меня. Вроде не было в детстве никаких нападений и так далее. Вот, но здесь же могут просто залезть в тапки, в ноздри, в уши. Вот они спят в этих вот маленьких гамаках. Бля, я не знаю, за какую сумму бы я там переночевал. Но для меня это был бы просто шок. Шок, стресс, все вместе взятое. Все, ребят, у меня сегодня реально выходной. Поэтому сегодня я вытворяю все, что хочу. Я снова решил полежать так. Он говорит, типа, вот это знак. Типа, тот самый знак. Ты видишь, маленькой ящерице не страшно. Ты должна отбросить свои страхи и начать слушать свое сердце. Стань храбрее. Перешли, Ксюша, мило. Ты такой человек, которому важно внимание. Для тебя это как воздух. Я не могу просто 15 серий и вот только на нее внимание сразу. Приятного аппетита всем. Слава богу, я на диете. И вот этот пикник залетит мне прямо в мой кабинет. Погнали. Это такое вранье, что ее не задевает. Ее задевает все. Я вспоминаю просто все моменты, как ей кто-то что-то говорит, какую-то критику высказывает. Даже если она, ну, типа, объективно-конструктивная. Ее прям прорывает. Она начинает сразу отговариваться. Сразу агрессия. Конечно. Сейчас в ней увидят такого человека. Типа, ты сильная. Она начнет выхватить. Просто ей сказали за внимание. И все, она такая сразу подрастроилась. Но шаман обещает прямо сейчас помочь каждой навсегда освободиться от того, что им мешает. Но для этого необходимо призвать силы природы. Мы стояли, подняв руки в небо и смотрели. Ну, типа, призывали тоже. Просили. Я закрывал глаза. Я вообще включилась в это все. Просим тебя открыть нам путь. Милка не делала вообще ничего. Ну, а что это опять за вот... Блядь, это очень тяжело объяснить. Вроде вот человек все прекрасно понимает. Она же все прекрасно понимает. И вот принципиально не делает. Вопрос, почему? Типа, какой мотив? Вот, это первое. Второе. Я бы точно все попробовал. Потому что сейчас, даже когда я был в Тае, на Пхукете, я попробовал с Федей помедитировать 7 минут прям по правилам. Как там было сказано, мы ходили к Будде на гору. Вот, и мы сидели прям 7 минут без остановки, вот так вот закрытыми глазами. Я старался отключиться от мысли. Ну, типа, интересный опыт точно. Поэтому я бы для галочки как минимум попробовал бы 100%. Неужели Ксюша забыла, что после каждого задания в Мексике все ученицы голосуют? И вот такая отстраненность от процесса может обернуться очередным голосом против нее. Да и ей пофига, она самая лучшая, она знает все. Поэтому кого вы решили напугать? Чисто из уважения я постояла, посмотрела, послушала. Данная картина меня крайне не устраивает в этом принимать участие, я не хочу. Вот просто это уже привычное Ксюшину состояние. Тупо она всегда думает только о себе. Все. Человек не хочет, зачем заставлять? Не надо. Ну вот, как курице отрезать бошку, так она вот самая первая. А как вот просто посидеть ритуал, вот еть-то бесов из себя выгнать, как бы нужно, точно. Так нет. Теперь вы готовы зайти в Тимаскаль? Тимаскаль – это традиционная индийская баня, которая, как верит майя, возвращает утраченную связь с планетой. Мы зайдем вот в это бунгало. Надо максимально раздеться, говорит, там будет очень жарко. Вообще прикольные какие-то бани, бунгало. Я бы все там попробовал, все, что только можно. Переоделись, надели купальники. Один совет – отключайте голову. Это типа пузико, из которого мы будем вылезать чистыми. Все, Хосе, заноси. И тут в какой-то момент я понимаю, что просто этот чувак, который на барабанах там стучал, начинает заносить туда раскаленные камни. Очень жарко на самом деле. Это вообще какие-то вещи. Это правда как бани это. Для Тимаскали используют горячие камни вулканической породы и отвары целебных трав. Температура при закрытом шатре поднимается до 60 градусов. Ну, блин. Ну, что это за условия? В лесу 10 камней горячих, палатка. Я в таком не зря не захотела принимать участие. Слышки. Везде, ну, типа, она всегда принимала участие, а тут и просто говорит нет. Потому что он ей сказал, что она... Хорошо, вспоминаем какие-нибудь, там, не знаю, выборы президентов. То есть это же, ну, бред. Это просто бред для испытания. Почему ты в этом принимала участие? Типа, в этом мы принимаем участие, а, не знаю, иметь какое-то малейшее уважение к племенам, которые этим живут, которые в это верят. Просто выполнить вот задание, все, ничего больше не надо. Я не собираюсь. Зато на выборах, блядь, воображаемых, ты самая главная и самая сильная. Она просто обидку затаила и все. Да я в сауне тот же самый эффект получу, только потом в бассейн вернула. Сейчас вот выйти, тут и так плюс 40. Я им не завидую. Там уже началась сильная жаришка. Я все, я думала, все, мы умрем. Ну, тупо мы не вывезем. Это просто, это была такая жесть. Там так стало жарко. Ты понимаешь, что тебе нечем дышать. Ты вдыхаешь, а тебе нечем. Ты как ходишь в какой-то транс. Он бьет в бубен, а она поет. Я слышу, как бьется в моем сердце. Я двигаюсь так, вот такая она, сейчас я гня. Я начала только расходиться, расходиться, расходиться. И тут девочки попросили его остановиться. Отвечаю, мне казалось, что там вот градусов 2. Спокойно то, что они вышли оттуда в 40-градусное тепло. И по-любому для них это было свежо. Понимаете, да? Как, типа, вы выходите из бани, когда они там в фридбаник или на улице такие. И здесь то же самое. Хотя там, ну, в принципе, очень жарко везде. Было там, где мы сидели. Это очень тяжело. Это правда. И я с ней, это мучокалор. Выходишь из такого пекла просто на воздух. Как будто ты вышел, вот, ну, типа, в холодильник. Но Зарина все еще остается в шаманской утробе. Я прям слышу, как-то стучит сердце. Мне тык-тык-тык. Зарина, скажи, как ты? Зарина, выйдите. Но шаман сказала, чем дольше она продержится, тем сильнее ее дух. Была готова, на самом деле, от начала до конца сидеть. Я себя настроила так. Пожалуйста. Ну что, тебе же плохо. Ничего страшного, что ты там не пролежишь со 45 минут. Это просто, это очень сложно. Я вышел, мне так было прохладно же как-то. Ну, как-то вообще. Хорошо было. Ну, хорошо. Да нет, просто когда ложишься, вы там уж потом хорошо. Вы не очистились полна. Мы не высидели свое назначенное время. Для каждого отмерено свое время. Для вас, значит, больше пока не надо. Все решают боги. Ну, ты правда, ты чувствуешь себя прям заново родившимся. Здравствуйте. С пылу с жару пацанки отправились снова голосовать за четвертого лишнего в их команде. Готово. Как выборы прям. Жестоко. Как я могла. Она лишняя. Не, ну да, да, да. Вот я слышу то, что она хочет сказать. Это не потому что, ну сейчас. Потому что я ее сливаю. Вот, вот. Ну потому что, типа, объективно человек не принимает участие. Не вносит ценность никакую. Полезность. Ничего. Никакой командной работы. Это просто бесконечная какая-то дезмораль, недоверие. Типа, ой, не отчислились полна. Зачем это вообще делать? Эффект такой же, как от сауны. Да, Ксения, да, да. Все верно. Девочки были рады попрощаться и с шаманом, и с джунглями. Но оказалось, это еще не все. Теперь я попрошу вас отправиться туда, где обитают предки. Шаманчик такой говорит, дети на кладбище. Заканчивайте начатое. Мы переоделись, и наряды, кстати, для этого мне показались очень странные. Какие-то цветуёчки на голове непонятные, какие-то там фата и еще что-то. Странное кладбище. Странное кладбище, что мы с ананасом. Девочки, вам хуй... Какие, блядь, четыре букета идут посоветить на них? Четыре лунтика. И смешно, но в Мексике это традиционный наряд для свидания с предками. Ну, кладбище у них правда очень красивое. Ну-ка, напоминал мне какие-то склепы. Очень ярко все. Голубой, розовый, желтый. Кладбище – это тоже экзамен. Наши ученицы должны осознать и принять уход близких, как свершившийся факт. Рад, что вы решили сюда прийти. Я вас поздравляю. Это счастье. Там стоит какой-то типок тоже мексиканец. И весь такой, как всегда, раздет. У нас есть обычай – веселиться вместе с нашими предками. И тут он начал песни петь под гитару. Мы были возле могилы его друга. Он очень даже радовался, наверное, за друга, то, что его друг сейчас в лучшем мире. Белиссимо. Гостинцы. Ю, ананас. Френд. Странно на фрукта. Это манго. Они не любят грустить на кладбищах, на похоронах своих там. Мой друг счастлив. Спасибо вам за это. А теперь я предлагаю вам пообщаться с вашими предками. Мексика странновато. Отличается от привычных, вроде как, устаканившихся норм и обычаев. Где разговариваешь? Ну, я готова почитать. Я решила, безусловно, выполнить это задание. Я не знаю, конечно, как выглядят там похороны прям полноценные в Мексике. Вот именно в день, когда человек умер. Точнее, не в день, а там на следующий день, когда его везут. Вот. Если там тоже такая атмосфера каких-то танцев, песен, то, наверное, это тоже неплохо. Потому что я уже говорил, по-моему, не раз, что я был, к счастью. Один раз только на похоронах. Вот. И это очень депрессово. Это ужас вообще. Это прям, это кошмар. Это все плачут. Все пытаются потрогать, поцеловать. И прям аура такая супер негативная. И тоже хочется плакать. И плачешь. Короче, не очень. Вот. А если такой настрой, то, наверное, это и хорошо. Почему? Потому что, ну, все, так случилось. Так случилось. И зачем сейчас еще больше нагнетать? Еще больше плакать? Еще больше тратить нервов? Типа, к чему? Все, человек там. Все нормально. Вот. Наверное, рассуждение так выглядит. Но это нужно изучать этот вопрос. Сейчас просто не буду гуглить. Потому что на это может уйти там 20 минут. Первые ссылки читать не хочется. Чашу наподобие на Ладо. Я очень соскучилась по папе. И я хотела бы ему сказать самое важное, мне кажется, слова. Блин, это так сложно, оказывается. Папа нет уже три года. И три года я не была на его могиле. Папочка, мне тебе безумно не хватает. И если бы ты был жив, я уверена точно, что ты был бы доволен мною и всеми изменениями. Он говорит, что ты сильно говорил. Он не любит, когда я плачу. И я не хочу как бы осквернять это все. И хоть немного напоказывать то, что, да, я слабая. Если бы меня спросили на пятой неделе и сказали бы, Аня, пойди, пожалуйста, поговори с папой, я бы сказал, вы что, гоните, что ли? Мне кажется, если бы он... Это смешно. Он бы вообще очень удивился, что я такой послушный ребенок. В школе, благодаря Лиле, вообще в огромное... Просто она сделала такую работу надо мной. Перевернулась просто отношение к тому, что... Не, ну тут типа, понимаете, если вот они говорят такую обратную связь про Лилю, то, ну, наверное, все норм. Я просто уже сто раз объяснял свою позицию по поводу психолога. Ее не показывают, рассуждений развернутых нет. И везде вот это типа, давайте покинем все наши старые обиды и просто перепрыгнем через горящую веревку. Ну типа, какой вывод может сделать зритель о Лиле? Ну, то есть о психологе третьего сезона. Ну, никакого абсолютно. Вот, но если девочке он рад и горох вообще там восхваляет ее, то, наверное, круто. Классно, что помогла. У меня нет папы. Ты у меня самый-самый дорогой человек. И несмотря на то, что тебя нет, я всегда буду помнить о тебе и вспоминать с радостью. Это самый счастливый момент в моей жизни, типа, в моем детстве. И я могу об этом говорить, какой у меня классный папа. И как сильно я его люблю. Это наоборот хорошо, в этом нет ничего плохого. Пап, я люблю тебя сильно. Ну, я к этому, он отнеслась спокойно. Я этого давно хотела. Бабушка, дедушка, я знаю на самом деле, что вы меня все равно любите. Несмотря на то, что, ну, я не успела побыть с вами. Быть рядом, когда он был. Ну, Лунчик такая старательная, смотрите, заплакала. Плохо. В какое-то время у меня мама уехала, то есть папы у меня нету. И, то есть, я на воспитании была у бабушки с дедом. Вот, я хочу сказать, что я вас очень сильно люблю. Я всегда о вас думаю. До сих пор не могу поверить в то, что вас нету. У меня чувство вины в том, что я не была с ними тогда рядом. Там, вот, те моменты, когда вот им было тяжело, когда они приболели. Хочу попросить у вас прощения за все. За все, за все. Хочу, чтобы вы сразу... Блин, на самом деле, это тоже такая тяжелая тема, потому что я уже не раз ловил себя на такой, знаете, мысли типа «Да ладно, наберу бабушку позже. Да ладно, позвоню завтра, послезавтра». И бывает такое-то, что я могу там не звонить месяц-два. А ведь, по сути, для любой бабушки, ну, я надеюсь, звонок, просто звонок, типа «Здорово, как дела? Там, люблю, целую, обнимаю, все такое». Это вообще как, не знаю, это приравнивается к тому, что я просто пришел, сказал ей «На, вот тебе, 180 тысяч рублей съезди куда-нибудь». То есть, это для них самое важное, просто услышать голос. Это я сейчас, знаете, уже такой разлегся, ем пикник, блядь, философствую. Вот, на самом деле это так и есть, потому что я когда бабушке звоню, она сразу такая «Привет, мое золото!» и все. Типа, у нее, знаете, день удался. Потом мне мама говорит «Бабушка сегодня радостная». Я говорю «Чего?» Ну, сегодня мне Женька позвонил, вот, поэтому звоните бабушкам и дедушкам. Ну, если, конечно, они есть. Были рядом со мной всегда. Но когда очередь дошла до зарины, ситуация начала накаляться. Ну, я не хотела разговаривать при всех. Ну, я, знаете, я все равно немножко чувствую, как будто я на работе. То есть, я вот 10 месяцев ровно сижу, выставляя свет, а здесь разлегся. Я себя чувствую некомфортно, хотя, на самом деле, мне так удобно. Поэтому, ничего, забьем разочек. Мне грустно, когда у меня умирают люди. Не собираюсь тут радоваться. Смерть, потеря любимого, близкого человека – это всегда трагедия. Да я не хочу я. Чего за бред? То есть, она веселилась, веселилась, и в одну минуту так бах, и все. То есть, Зарина стала агрессивной. Просто ушла в жесткий протест опять. Она взяла эту чашку и пошла с ней. Я думаю, ну, может быть, пришло в сознание, что нужно что-то сказать. Я сказала, не надо трогать это все. Вот это именно, не надо трогать. Я уже устала. Для меня это вообще, это очень лично, очень сокровенно. Я не буду говорить, привозь обращаться никому. Через две минуты я понимаю, что у нее истерика. Не переживай, тихо. Одноклассницы начали успокаивать Зарину и только Ксения Милос, как всегда, в стороне. Я восприняла это очень так, через что. Мне стало неприятно. Живу. У меня сегодня день рождения. Ей бы исполнилось, по-моему, 43 года. Так совпало. Это очень странно. Может быть, это был какой-то знак, чтобы поговорить, и я от этого отказалась. Этот протест показывает нам, что Зарина еще живет в прошлом. Пошли, пожалуйста. Все, пошли. Как? Я 43 года. Это вообще она молодая получается, да? Ужас. Не сочувствовали девочки Зарине. Сейчас придется решать, кто был четвертым лишним на этом задании. В этом испытании слабее всех оказалась Зарина. Она единственная, кто не поговорил и не попробовал, не сделал над собой в силе. Слушайте, ну они молодцы. Молодцы почему? Потому что, несмотря на вот это, знаете, разделение на касты, типа там Зарина, Лунтик и Горох, и отдельно Милос, они ставят оценки объективны. Это очень круто, это заметно. То есть вот она не поговорила с родителями, то есть не выполнила задания. И все пишут Зарину, все. Вот это вот интересно. Интересно, что борьба честная. Пока что честная. Я не знаю, как там в итоге будет. Неделя экзаменов продолжается. Пацанки снова в пути. Тут нам приходит сообщение. Обязательно посетите Сенот. Енот слышала слово, Сенот не слышала. Узнав у прохожих дорогу, девушки добрались до этого загадочного места. Это типа церковь какая-то или храм. Серьезно? Типа такое что-то, да. Аня Горохова говорит о том, что она читала где-то об этом месте, что это священное место. Ого, прикольно, смотрите. Вау. Начинаем, значит, спускаться вниз под землю, где просто огромное множество ступенек. И чем глубже мы спускаемся, тем красивее, тем больше у тебя начинает захватывать дом. Сенот в переводе с языка майя означает колодец. Это естественный обвал, внутри которого образовалось озеро. Для древних индейцев это было местом силы и жертвоприношений. Ну, когда мы спустились в самый низ, я понимала, что такой красоты я в жизни не видела. Вот это мне нравится. Ну, надеюсь, это не пиранье? Мы увидели там нереально голубейшую воду, прозрачную-прозрачную, где видно каждую рыбку. Много-много рыб. Просто миллиарды рыб, миллион. Ты просто смотришь... Так, миллиард или миллион? Рыб. На вот эту воду, она очень, ну, такого цвета, и вот это сверху, вот этот цвет падает просто, ты как будто вот в раю. Это невозможно рассказать словами, как там красиво. Майя называли это место вратами в царство мертвых, и считать... Так, все, спина отдохнула. A few moments later. Так, ну все, в принципе, належался, обожрался. И его воды священными. И там реально чувствуешь очень спокойно себя. Там нет никакой тревоги, волнения. Мне кажется, там очень глубоко, очень глубоко. Глубина этого озера достигает 45 метров. Посмотрим, всем ли хватит храбрости спуститься в эту воду. Ну, блин, грех не скупаться вот в этом месте. Ну, если ты не скупаешься, значит, ты зря там побывал. Вот правда. Я понимала, что... Я бы точно скупался. Я говорю, я бы для галочки все там просто сделал. Просто все, чтобы потом вспоминать. Типа, я прыгнул куда-то туда, прошел какой-то обряд, посидел в какой-то бане, бля, я бы сделал все. Я хочу окунуться в эту воду, потому что, ну, священное место. То есть, логично представить то, что ты сюда приходишь очищаться от человека. Зачем, Ксения? Зачем? Есть же просто бассейн в фитнес-клубе. Зачем обряды приходить? С чего ты взял, что вода священная? Ты веришь в то, что вода может быть священная? То есть, обряд не может быть каким-то там священным и очищающим, да? А вода может. Все, базару зеро, да, извини. Отмываться, оставлять там все грехи, всю эту вот грязь, негодование там и так далее. Надо же. Как она себе противоречит? Я не могу. Участвовать в ритуале шамана Майя не захотела. Зато в очищающих свойствах воды Майя не сомневается. Причем, даже вот, ну, я не знаю, как правильно сформулировать, вы мне поймете, типа, обряд от Майя. От Майя, ну, короче, вы поняли. Нет. А вот очищение вот в этой воды от Майя, это да. Это вода священная, я точно это сделаю. Я просто проплываю, подплываю ближе. Там, где капают вот эти вот ручейки, я просто ложусь на спину и понимаю, что это такая картина, это такие кадры. Все, что ты сейчас вообще станешь идеально. У тебя прям свет падает. Там гора кричит, о, бог в деле, все на тебя, священный минус. Я такая думаю, все, все, хватит. Ну, и мы все нырнули, все там плавали, купались. Когда ты плывешь вот под эту дырку, вот эту, ложишься вот так на спину, ищет, ты не думаешь ни о чем, вот просто лежишь в таком блаженстве, знаешь. Ты понимаешь все как будто, расставляешь все на свои места, думаешь, сколько ты прошел, чтобы оказаться здесь просто. Ты могла подумать пять месяцев назад, что ты будешь вот тут плавать? Не знаю, пять месяцев назад. Что ты делала? Ты дома лежала, посмотрела телевизор и пила пиво. Да? Я, может быть, уже посидела. Ну да. Столько всего плохого ты совершал в своей жизни, и просто прийти в такое священное, красивое место, к такому грешному человеку, и там просто наслаждаться этим. И иногда, когда что-то делаю, ну, такое, что у меня происходит, хорошо, мне кажется, я такого не заслужила просто. Мне кажется, заслужит. Она прошла очень тоже тяжелый путь, и мне кажется, сейчас у нее именно та вот белая полоса, где она должна начать видеть мир по-другому, совсем по-другому. Как ты даже мне не веришься? Ну, это невероятно как будто, да? Да. Вообще взять весь проект, сколько мы всего прошли, и тут оказаться теперь в Мексике, вот просто в Синоте, где ты все чувствуешь реально блаженно, просто лежишь и думаешь, господи, спасибо, что... Музыка с четырех свадеб, такое ощущение, что я сейчас смотрю просто синхрон с четырех свадеб какой-то. Просто так происходит все в моей жизни. Но все равно какую-то не пущу. Никогда с вами такого не случалось, никогда я не была в более красивом месте, не было у меня такого легкого ощущения души и радости. Вот мы под телом и мозгом, и вообще-то мы вот просто испытали эмоции добрые такие. Просто очищаешься, реально очищаешься от всего. Я такой... Не очищаешься, я еще раз говорю, вода в бассейне, в каком-то фитнес-клубе ничем не отличается от этого. Перевожу твои слова. Вот Зена ловила. Пацанки полностью очистились в священных водах Синота и готовы к новым приключениям. Типа уже не знаю, что делать, как дальше быть. О-о-о! О-о-о! Жери! Просто поворачиваю голову, едет лимузин. Наверняка это за мной. Девочки, вы мои с пройдением. Че, вдруг она мимо нас? Чего вы взяли-то? Нет. О-о-о! Выходит там туда рыженький друг нашего рыжика. Этот шикарный лимузин отвезет полуфиналисток в город Канкун. Ты нас повезешь в Канкун? Канкун? Я думаю, ну, все, все. Теперь у меня все будет хорошо. О-о-о, шампанское. Уже? Ё-моё! С этой минуты начинается второй этап пребывания девочек в Мексике. Преподаватели подготовили для своих учениц невероятный подарок. И лимузин – это лишь малая часть будущих сюрпризов. Проживание в условиях лакшери на одном из самых лучших курортов мира. Там, кстати, в соседнем отеле, скорее всего, будет в президентском номере кто, все верно. Полякова Татьяна. Я реально первый раз в лимузине, на самом деле. А прикинь, я такая выхожу с зоны, а меня лимузин забывает. Да, вот это просто. Или я со спецухи вышла, а меня такие лимузины встречают. Смотри, ну, я никогда не катался в лимузине. Горой никогда не... Бля, это ги-ги-ги. Мы сквозь, ну, мы катались. Ничего необычного. Машина и машина. Просто приятно. Ну, просто это приятно, что, типа, ну, так было тяжело-тяжело, да, вот эти дни. А теперь просто расслабан. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Я начала тут жить, ну, типа, что со мной здесь случалось, со мной не случалось никогда. У меня тут все в первый раз. Обезьяна в первый раз, лимузин в первый раз, заграница в первый раз. Зарянут тот человек, который слишком много времени потратил зря, и в местах, как бы, столь отдаленных, что жизнь, она, как бы, настоящая и насыщенная не повидала. Мне ее искренне, где-то в глубине души жаль. Коре я, правда, еще не видела. Еще увидишь, еще успеешь, вообще не переживай. Я хочу узнать, как там пахнет. Все говорят, там как-то пахнет особенно. Что за смотровая? Начали бежать в то место, где... Надеюсь, мне дадут за эту песню желтую монетизацию. Шеи, красивые дома, пальмы, на пальмах кокосы, дорогие машины. Да, Зори просто... Нет, дорогие машины, это когда я в Дубае просто прошелся 15 минут. Вот там я понял, что это вот дорогие машины. Ребята, это, блядь, просто, я не знаю, типа, проезжает Гелендваген, Мерседес 6х6. Это значит, что у него 6 колес. То есть, большой такой для пустыни. Я не знаю, для чего он исчез. Стоимость такого 65 AMG, я не знаю, миллионов, наверное, 40, 50, 60. Потому что там, ну, вот там половина таких машин. Я вот так вот прохожу, думаю, я вообще кто? Что я за... Вот, знаете, я такая соринка, блядь, в мире, просто во всем мире, вот Евгений Макаров, соринка. Говорят, это, конечно, ужас. Поэтому я сейчас вижу Мексику, вот эти машины, я такой, ну, машины. Потому что кто был в Дубае, тот, наверное, меня понимает. Вот эта обезьянка ума и просто становится... Это при том, что я в Дубае был 9 часов. Просто пересадка была, я поехал, посмотрел Бурж-Калифу, там, пляж, что-то еще. А вот кто, наверное, в Дубае там провел, не знаю, месяц или полмесяца, увидел все. Что там? Пальмы, кокосы, я никогда не пила кокос. Море? Это море? Нет, это не море, в Мексике же его нет. Наконец-то мы доехали до Канкуна. Заходим, знаешь, на свою виллу. Травка зеленеет, солнышко блестит. Мы идем там, газон, бассейн. Боже, как глубоко. Блин, крутяк. Хочется нырнуть. Хочется прям в одежде, прям вот прям пластом упасть в этот бассейн. Вот так вот сказать, прям пробулькать. Типа, наконец-то. Кайпуха. А будут массажисты приходить? Мне было просто круто, но прикольно. Когда ты ничего за что не платишь, ты попадаешь в какое-то нереально красивое место. Тебе там предоставляют все условия. Ты же экип. То есть, ну, вся вот эта вот движуха, красивая жизнь. Прилег там, позагорал. Что интересного внутри? Пошлите в дом в натуре. Давайте, let's go внутрь, let's go внутрь. Короче, заходим мы в хату. Да, вот именно когда вы в Канкуне, заходим мы в хату. Девочки, шире открывайте, я же иду задом. Я же иду, я тебе открою. Понимаю, что могло бы быть и лучше. Чего я, она уж такое видела. Она же девочка там в Испании тусила. Пошлите на второй. Лестница такой спиралью идет. Думаю, вообще прям до небес лестница. Все, дорога к успеху. О, вот там вообще круто. Ну, там мы будем отдыхать. Ну, там очень классно. Стиль дома мне нравился. Ну, я не знаю, что это. Пусть этот стиль будет барокко. Вы знаете, просто любой абсолютно рандомный стиль. Ну, пусть этот стиль будет рустик. Ну, бог с ним, да, наверное, да. Пусть, ну, да, ага. Красиво, там ковер, мавер, все вот это вот. Зарина будет лагоман готовить нам. Ты уже обещала три месяца. Давайте дальше. Погнали наверху, что дальше? Еще верх есть? Да, да. Спальня-то нет. Ничего себе. Еще, наверное, 10 этажей вверх. И на третьем этаже уже располагались наши спальни. Одна в одной стороне, другая была в другой. Мы с Аней Костиной пошли сразу налево. И там такая кровать просто десятиместная. О-ла-ла! Моча грасиас! Супер, все, ты прям такой уж вау. Великолепная кровать, да? Костя пошла налево, я пошла прямо, в принципе, вижу цель, иду к ней. О-о-о, вот это наша спальня-гора! Бедная Аня Горохова достается всегда Оксанка. Мы с Конором там спим. Мы тут с Ксюшей. Ну, я думал... Че, кто достается? Достается всегда Оксанка. Достается всегда Оксанка? Наша спальня-гора! Бедная Аня Горохова достается всегда Оксанка. Зарин, ты, по-моему, перепутала шоу, нет? Ну, может, Оксанка. Ты Ксения, Оксанка. Примерно два одинаковых имени. С Конором там спим. Мы тут с Ксюшей. Ну, я думаю, окей. У меня нет выбора, буду спать с Милкой. Я могу внизу на первом этаже, если что. Мы с Аней будем ругаться, я буду уходить туда. Мы с Аней будем ругаться! Как пара, знаешь? У нас по-любому красивее открывается балкон. Ну-ка, пошли. Красивее! У них балкон с видом на двор, а у нас на какую-то стройку. Вот это я понимаю! Как вам наш вид из окна? Из балкона вам нравится? Да, отлично. Ну, если что, можете приходить. Пить а песо и заходите. Стойте. Пошли вино пить на втором этаже. После заселения девочки, наконец, начали приводить себя в порядок. Впервые за три дня блуждание по джунглям. Ты что, грустная подруга? Все взяла, все. Прикинь, кроме самого важного. Что, забыла косметику? Крема? Да, прикинь. Сейчас, подожди. Никита, решу я все взяла. Вставила на бурсред сироцент. Здесь все необходимое. Аматирующий крем от жирного блеска под макияж. Крем-актив от прыща, если высыпят. И маскирующий карандаш, чтобы их точно закрасить. Держи. Будем ходить с нормальным фейсом в такую жару. О, круто. Выручила. Да я знала. Что тебе надо будет? Блядь, мне кажется, знаете, им можно дать типа 7 миллионов евро и сказать, девчонки, отыграйте так, как будто бы это не реклама, а просто вот говорите так, как вы говорите. И они этого сделать все равно не смогут. Я не могу, блядь. О, ну что, покрасьте. Теперь у нас фейс будет прикольный. Даже в жару. Йоу. Либлидерм. Сикстис. Что? Держи. Набор средств Сироцин. Здесь все необходимое. Матирующий крем от жирного блеска под макияж. Крем актив от прыща, если высыпят. И маскирующий карандаш, чтобы их точно закрасить. Держи. Будем ходить с нормальным фейсом в такую жару. О, круто. Выручила. Да я знала. Сироцин, Либлидерм. Покупайте по ссылке в описании. Это, ну, даже в такую жару ваш фейс будет просто вот такенский. Ладно, я уже соскучился по рекламе, поэтому не буду сейчас кринжевать, психовать. Я ее ждал, если честно. Что тебе надо будет? Ждала вино, фруктики. Мы сели и начали, короче, отдыхать. За прекрасные каникулы Мексики. Это вообще просто нереально. Это моя жизнь. Это очень круто было на самом деле. Чувствую, сегодня у меня будет хороший день. Охота даже разговаривать по-другому, как-нибудь, типа вот так. Плесните вина, Анна. Подайте виноград, Оксана. В общем, надо, думаю, принять душ, идти на вечеринку. Пошите на море. Я ни разу на море не была. Я говорю, у Зарины просто новая страна, парашюты, парапланы, море. Она ни разу не была на море, ни разу не была на море. Вы вообще понимаете? Выходит Зарина. Смотри налево. У меня начинают слезы горят, девочки, как это красиво все. Каждый человек, на самом деле, должен по-любому увидеть море. Ты платишь уже почти. Ну! Прикольно. На меня напал какой-то такой сентиментальный момент, что здесь стою я, мне 26 лет. Я обожаю эти связки. На меня напал какой-то сентиментальный момент. Момент какой? Сентиментальный. 6 лет своей жизни я провела в тюрьме, там никогда ничего не видела и тут увидела море. Тут никак не пахнет. Кстати, хорошо, что море чистое. Посмотрите на этот кадр. Никогда ничего не видела и тут увидела море. Это что, блядь? Что это? Это море, сено какое-то. Это же не песок, это реально какое-то сено в водоросли. Тут никак не пахнет. О, туда бы занырнуть прямо рыбкой. Вау. Без маски, я бы открыл глаза, вообще кайф. Пойдем ты ближе. Погнали. Пойдем. Туда? Туда, конечно. Мы спустились на песок, начали снимать ботинки, мы просто побежали вообще, как маленькие дети. Подожди! Лучшие эмоции, когда вот у нас такие эмоции, как у детей. Прям засунула ноги, и так было нереально, что там такое было теплое, так была рада. Ну, даже не знаю, но не передайте это словами. Это очень клево, на самом деле. Бля, я рад, что Зарина рада, это круто. Это красиво. Просто у меня эмоции зашкаливали от такой радости. Вот это, вот тогда я почувствовала, потом мне лет пять. Вообще супер, это очень красиво. Мне не хотелось даже говорить, мне просто хотелось наслаждаться. Мне говорят, что море соленое. Я хочу ее попробовать. Она соленая. Она соленая. Конкретно, как с вода с солью. Я просто не представляю, как это, вот такое большое количество воды может быть просто соленое. Это прекрасно. Это очень хорошо. Да, просто его подсолили, Зорь. Каждое утро приходит, щепоточку соли туда, и все. Спасибо. Вы представляете, у него вопросы такие в голове, типа, как такое вот огромное море может быть все соленое? Мы были очень счастливы, что мы добрались наконец-то до моря. Эмоции зашкаливают, но вам, девочки, не время расслабляться. Следующие испытания для девушек будут индивидуальными. Каждая ученица будет бороться за ключ от сундука, в котором хранятся результаты по их экзаменам и по их испытаниям. С наступлением вечера девочки наслаждаются. Я говорю, это реально очень сильно похоже на какую-то любовь, на выживание. Теперь они начинают выбивать какие-то ключи, потом на измены будут проверять, наверное. Здесь отдых обновили, как вдруг прозвучал тревожный звоночек. Ну, пришло сообщение, они костно читают. Зарина, завтра ты навсегда распрощаешься со своим страхом. С пауками. Начала предполагать, что же это может быть. С парашюта я прыгала уже, с жуками я водилась. Ну, с пауками. Змеи. Я сегодня не усну, я буду думать. В предвкушении нового дня девочки отправились спать. Новый день, новые испытания. Зарина уже спешит сдать свой индивидуальный экзамен. Здравствуйте, девчонки. Добро пожаловать. Здравствуйте. Меня зовут Джо. У тебя сегодня важное дело, да? Ты должна добыть ключ, но для этого тебе придется на кое-что решиться. Ну, я на самом деле побелела. Да, это банджи. Высота этой вышки 25 метров. Страшно. Ну что, готово? Давай, давай. Не понял, что нужно сделать? Спрыгнуть с вышки с этой или что? Ну, я знаю, что такое джампельки. Я боюсь джампельки. Кажется, Зарина в панике, но сейчас ей предстоит принять решение прыгнуть и заработать ключ, которым она сможет открыть сундук. А, просто ощущение такое, что, знаете, типа от пляжа недалеко ну, находится вот это вот банджи, или как они там сказали. Сейчас я все изучу. Я тоже в процессе, и что мне не стыдно. Вот. И такое ощущение, что там маленькая глубина, чтобы прыгать с 25 метров, нет? Или же отказаться от прыжка, а вместе с ним и от шанса попасть в финал. Путь к успеху преградила простуда КГЦЛ с первых симптомов и при запоздалом лечении. Зарине необходимо полный... Нет, вот, ну... Блядь. Ладно, и вот этот Libriderm 6x4x, блядь, что-то там для глазки. Ну, кто это умудряется вставлять? То есть, есть же человек, который отвечает за вот эту вот нативную рекламу, и они такие, найди вот сегодня момент, куда ты бы мог вставить вот эту вот несуразную блюдскую ставку с КГЦЛом, да? И посмотрите, куда он ее вставил. Вот просто вот слушайте диалог и посмотрите, куда он ее воткнул, блядь. Заработать ключ, которым она сможет открыть сундук, или же отказаться от прыжка, а вместе с ним и от шанса попасть в финал. Путь к успеху преградила простуда КГЦЛ с первых симптомов и при запоздалом лечении. Я в ахуе. Все. Зарине необходимо полностью победить свой страх высоты. Прыжок с банджи для нее станет испытанием на силу боли и смелость. Ключ у тебя почти в кармане. Ну что, готово? Зарина согласилась подняться на вышку, но согласится ли она прыгнуть? Вот у меня точно нет страха прям высоты. То есть, нет, такого нет. Но, если я поднимусь и увижу то, что там высота 25 метров, вот так вот внизу вот эта вот вода, которая уже кажется маленькой, скажу честно, ни много ни мало подобосрусь, но я, наверное, прыгну. А может и нет. Я начала подниматься, чем я выше поднималась, я останавливалась, смотрела на меня. Фух, ну просто в животе на это. Страшно. Чем выше мы поднимались, я смотрела на меня, стояла очень подолгую, и у меня накатывались слезы. Но прыжок с парашюта это другое. Меня человек привязал, это принудительный был прыжок, да, это я не сама прыгнула. А тут это было совсем по-другому. Высоко. Тут я одна буду прыгать, я могу разбиться в воду. Так вот сердце начало биться, я чувствую, как будто он где-то бьется в горло. Просто расслабься, три секунды страха и полет. Он так спокойно начал, что-то мне рассказывал, все окей, все будет нормально. Я боюсь, что мои штаны коричневые, встанут сзадом. Я готова. Это мой талисман. А, так это эта штука, как в Сочи, правильно? То, что она сейчас прыгнет и вернется обратно. Ну, точнее, повиснет. Вот, я думал просто в воду, я еще думаю, что за херня, типа около пляжа находится, просто прыгаешь в воду, чтобы просто разбиться об дно. Шутка-самосмейка, привет. Я настраивалась, настраивалась, я пошла, но я еще не решилась. Вниз не смотри. Смотреть вниз? Только вперед. Просто сделай шажочек вперед и... Не надо так делать вам. Мне объясняют инструкцию, я ее не понимаю вообще, что он мне говорит. Он просто, вот так, вот так, покажи так, вот так. Просто вперед. Просто взять и вступить просто в эту бездну. Ну, и понимаю, что я не прыгну. Я нет, по-любому. Я не смогу. Я боюсь. Если она сейчас прыгнет, то это реально круто. Почему? Потому что... Какой раз я уже сегодня, блядь, перечисляю, что сделал за Ирина? Ну, ладно. Параплан, но это реально страшно. Прям точно. Прыжок с парашюта, с самолета. Я тут вообще молчу. И вот еще одно испытание. То есть она будет прям вообще красоткой максимальной. Давай, давай, come on. Не прыгнули, не прыгнули, прыгнули, не прыгнули. И думаю, если не сейчас, если постою здесь еще хотя бы две секунды, и я не прыгну, это точно. Давай! И просто полетела вообще вниз. Фух! А-а-а! 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 Победа, победа! А-а-а! Приближается, чикводение, поднимает резко вверх, и я начинаю орать. А-а-а! Я жива, типа! Я не умерла! А-а-а! Это круто! Я рисую! Падала и взлетала, захватывала духа. Это было вообще прям нереально круто. А-а-а! А-а-а! Я даже не верю, что я сама прыгнула туда. Круто! Вообще, молодец! Я очень рад за нее. Хорошо. Но страшно, пипец. Не надо, правда, очень долго думать, сделать это или не сделать. Надо просто брать и делать это. Отличный прыжок! Ты летела, как птица! Молодец! Ты заслужила свой ключ! Поздравляю! Спасибо! Спасибо! Будьте! У-у-у! Да! Я была настолько в такой эйфории, просто нереальном, крутом ощущении. Я счастлива! Зарина успешно сдала свой экзамен. Время возвращаться на виллу. О, подарочек! Милая Зарина, у тебя есть повод для гордости. Ты впервые приехала за границу, а мы, преподаватели, хотим еще добавить уверенности в себе и своей... Надеюсь, в коробке будет что-то от либридерма. Ну, дай бог, да? Потому что этот подарок тот, который она реально хотела. Это я даже не сомневаюсь. То есть вы вставили рекламу в какую-то там херни, то, что даже в такой погоде будет что-то там, да? Хорошо. Ладно. Путь к успеху преградил. Что-то там кагоцел. Хорошо. Но, блядь, проходит несколько минут. Человек впервые за границей выполнил все испытания. Старается, выкладывается. И дарят кассирацин от либридерма. Блядь, вы угораете? Я не пойму, кто... Крем от жирного блеска и крем-актив точечного нанесения от прыщей. Крутяк. Буду красавица. Ой. Субтитры создавал DimaTorzok Приходит сообщение на планшете. Давай, читай. Что там? Аня Горохова и Ксения Милосова ждут одно испытание на двоих. Опа-на! Это, понимаете, уже связь. Потому что вы лучшие подруги, Аня. Потому что она меня раздражает. Да не трогай меня! Я тебе уже сейчас серьезно говорю. Вот почему они меня с вместе поставили. Дуэт наш нравится, наверное. Мне тоже. Тандем довольно неплохой. Мощный. Для Анны Гороховой это экзамен на победу над своими страхами. Для Ксении Милос это своего рода экзамен на доброту. Все, погнали. Погнали. Ксюшка, пойдем, родная. Ксюшка говорит, пойдем, родная. Мы приехали. Куда-то там стоит чувак. Привет. Привет. Как зовут? Я Андрей. Ксения. Очень приятно. Слушайте, коренной мексиканец вроде. Ну и я могу ошибаться. Приятно. Анна. И он говорит по-русски. Я так обрадовалась, так удивилась. У нас с вами сегодня непростая задача. У нас уже 15 недель непростых задач. Обучиться дайвингу. Я думаю, все, жесть. Я очень обрадовалась. Давно хотела попробовать погрузиться. И мне было всегда очень интересно. Нам необходимо ознакомиться с оборудованием, которое вы будете использовать. Он такой говорит, как бы, вот сейчас там инструктаж проведем, потом вы поплаваете в бассейне. Девочки надели акваланги, и началась тренировка. Берем вот так вот. И голову опустили. Давай, давай, давай. Расслабь. Ты нормально привыкай. Ты понятно, все? Страшно? Совсем не страшно. Да, это страшно, потому что я просто... Я нервничала, потому что... Я никогда не обходила воду раньше. У нас был нереально, мне кажется, долгий инструктаж. Я уже готова была сказать, Андрюша, ну, может, уже в лодку прыгнем, да, на дно погрузимся? Ну, сколько можно-то? Тренировка в бассейне закончилась, и девочки... Я настолько неудивлен, но, типа, знаете, она готова ко всему. Ладно, вот, я тоже не помню, рассказывал историю или нет, просто я достаточно много историй рассказываю, уже сам начинаю в них путаться. Я, короче, в Египет поехал с папой очень давно. Не знаю, сколько мне, ну, лет, наверное, 11, было 10. Вот, и я очень любил с маской, с трубочкой погружаться, там какие-то камни, скалоракушки, что-то еще. И в определенный момент я ныряю, как обычно, поплывок, вот эта жопа моя огромная, блядь, все, куда-то на дно погрузился. Поднимаю камень, и на меня смотрит вот такая вот жирная мурена. Вот я прям помню ее глаза, вот так вот она на меня просто лежит и смотрит. То есть я поднял ровно тот камень, под которым она лежала. Если бы вы видели мой ебаник в тот момент, я больше не плавал в Египте, никогда, все. Вот, и сейчас в Таиланде тоже, когда плаваю, я такой, как-то, вот знаете, не супер охотно, так сказать. Вот, все, у меня на всю жизнь, походу, отпечаток остался. Напоминаю, что если мурена укусит, вероятность там спастись, она очень маленькая, потому что у нее же, она же рыбу ест, и у нее все зубы гнилые. Получается заржение крови сразу же. Блядь. Режную. А в лодку? Вы готовы, дети? Да, капитан? Мы сейчас какое-то расстояние, нам нужно будет... Видели, как она подтягивается? Марио Кассо с 3 метра над уровнем неба, я тебя хочу. Плыть. Море было нереально красивое. В коме, Ксюша, я еще ничего красивее не видела. Ксюша, ты понимаешь то, что самый лучший такой отдых, и мы с тобой. Все лучшее нам. Да, да, да. Как он уже потом сказал, что это будет не просто экскурсия под воду, это будет погружение на дно, где расположен музей. А музей чего это там? Музей подводной скульптур. О, круто. Музей непростой, там какие-то статуи пяти людей. То есть для меня это было вообще непостижимо, как так. Внизу у вас будет суперзадание. Вы должны найти ключ. Хороший звук. Еще бы послушал с удовольствием, подкаст бы послушал такой. Который спрятан одной из статуй. Тот самый ключ, который откроет один из замков сундука от директора школы. Нет, он откроет сундук, блядь, с либлидермом, блядь. Сейчас они ключ получат. О, подарок. Засовывай это там Кагоцел, либлидерм, что они туда еще могут положить, блядь. Все понятно. Один ключ, с нас двое. Окей. Я утру, и я в очередной расслался. Я думала, как бы мне вообще это сделать, а не то, что достать плюш. Типа меня это никак не подстегило, мне только это еще больше мешало. Это задание для того, чтобы перебороть мне свой страх, а тебе зачем? Доверие можно? Я тоже думала об этом. Я боюсь глубины, у меня просто фобия. Я тебе не доверяю тупо. Ну ты понимаешь, да, как меня испытывают жестко? Я не боюсь воды, да, я не боюсь глубины. И мне это будет значительно проще, нежели чем гороховый, у которой там паника и атаки истерические. Уважаемые телезрители, те, кто меня любит, пожалуйста, почувствуйте то же, что я в нем очень страшно сейчас. Пришло время, собственно, да, погружения. Боже мой, зачем я здесь сейчас? Ну я думала, что все будет нормально. Я смогу сейчас, и я сделаю, типа. Я открываю глаза, смотрю, что я под водой. Это прям все. Начинается у горы просто паника. Это вот адреналин и страх, когда тебе уже не хватает воздуха, и очень жестко начинаешь трясти. Реально-нереальная истерика там была. Я гору такого никогда не видела. Я не стала особо долго как бы ее подбадривать. Тем более, как бы, есть ключ, который, как бы, я хочу заполучить своим. Ксюша с легкостью спустилась на дно и начала поиски заветного ключа. Прикольно, что мы-то с вами знаем, то, что для Ксении это испытание на доброту, которое она сейчас благополучно, прострет, как, в принципе, и обычно. Ну, то есть, нужно было как-то, видимо, поддержать, но у нее вот это вот вечно, видимо, прет. Типа, я для себя, это мой ключ, все, пока, базару зеру, всем пока. А вот у Ани Гороховой начались приступы паники. Пока, все, базару зеру, всем пока. Вот это вот фраза, блядь. Просто с каждым обзором комментарии все лучше и лучше. Ладно, на самом деле, просто, знаете, проходит трэш и начинаются уже какие-то вот испытания, показывают какие-то добрые моменты. И здесь уже как бы не до шуток, я уже реально просто становлюсь таким, знаете, спокойным зрителем, который просто смотрит, какую-то свою лепту вносит, все. Здесь уже я начинаю сам запутываться иногда. А, пожалуйста, да шутки отсюда, я не могу. Мне хотелось быстрее вылезти. Мне какого-то гора нет никакого дела. Ну, ты не справилась, значит, ты на лодке, значит, ты подождешь. Если бы я просто боялась глубины просто так, окей, есть причина на это, почему я боюсь. Мне было 13-14 лет, и ну просто есть такие люди, которые хлопают очень жестко, там, наркоманов, и все, вывезли меня на пруд. Ну, они прям, ну, они жестко прям вздевались. Ты не понимаешь, что испытывает человек, когда его топят. Ты никогда в жизни не сможешь это представить, потому что это очень страшно. Вы даже не представляете, насколько это страшно. Вы не сможете представить этого? Когда перед тобой, ну, типа, два чувака здоровых, мне связали руки сзади. Меня тупо держали под водой, вот так, знаешь, и голову, и просто держали. Тебе хочется уже вылезти. Блядь, я не понимаю, где они, где они живут, что ее, как, знаете, вот я сразу представляю какого-то Джейсона Стетхама, которого связали, вот его поймали, вот так вот топят, естественно, потом он достает воду из-под воды, локтями всех бьет, наручники развязываются и так далее. А здесь, ну, типа, Анна Горохова, и ее так же топили, как Джейсона Стетхама. Блядь, я вообще не представляю, что такое в нашем мире реально есть. Ну, типа, а ты не можешь. И когда ты снова, это начинается, как будто вот это у тебя перед глазами снова и снова встает. Я не спала вдохнуть обратно, ну, типа, вниз. Это было, ну, типа, раз в шесть он так делал, и я уже просто не вывозила. Это, ну, это жесткая, это самая жесткая ситуация в моей жизни. С того момента я просто никогда больше не спасалась с водой. А тем временем Ксюша Милос беззаботно наслаждается красотами подводного мира. Ксюша Милос в своем мире и так насрать. Причем я знаю, что есть защитники, естественно. Ну, точнее, даже не защитники, а люди, которые говорят, типа, а почему она кому-то должна помогать? Ребят, да потому что здесь, типа, учитывается же не только то, что ты что-то сделала. Здесь сплоченность, здесь очень много командных всяких историй. Вот, это все нужно учитывать. Если взять целиком и вот так посмотреть вообще на все испытания, она, типа, очень плохой участник. Ну, объективно очень плохой. Ей насрано на все абсолютно. Поэтому я делаю такие выводы. Там на дне реально стоит машина. Я осматриваю эту машину, и я понимаю, что лежит ключ. На что я просто хватаю, у меня радости нереальные. Я говорю, о, все, вот, мой ключ. И такая плыву счастливая. Куда это закончится уже все? Вылезла Ксюша. Ключик нашла. Нереально вообще. Ну, блин. Ты столько там пропустила, там так красиво. Там нереально, там надо было страх побороть. Реально оно того стоило. Я не смогла, но, типа, мне стало обидно. Подумала, что я сейчас еще раз возьму и погружусь. То, как она долго собиралась к этому, как она готовилась морально, мне это было непонятно. Мне было так же страшно, вот, отвечаем. Просто я старалась переубедить себя, что не страшно, что все хорошо. Я нырнула там на метр два, может, три. Видела уже там рыбки плавают, я видела вот это дно. Но в какой-то момент я просто сказала, все, стоп. Я не смогла справиться. Жесть, прикалывайте, какая травма. С ней два профессионала, у нее акваланг. Они недалеко от пляжа, относительно того, где вообще там иногда, знаете, могут быть дайверы где-то вообще в открытом море с акулами. Вот, то есть все для безопасности создано, но травма настолько сильная, что нет. Типа, настрать вообще кто там, что там. Все, нет. Это ужас. Тем, чтобы не паниковать. Ну, мне, конечно, я сожалею о том, что я не нашла этот ключ. По-любому. Но меня радует и то, что я чуть-чуть хотя бы погрузилась. По сравнению с тем, что я раньше, как я... А, хорошо, в принципе, что была вторая попытка, как минимум. То есть она погрузилась хоть чуть-чуть. И, слава, просто повторяю, чтобы вы понимали. Да ладно, нет. Вот, ну круто, что, типа, был какой-то стресс, и все равно она опустилась еще раз. Молодец. Я относилась к воде. Вот этот день был для меня таким открытием. Типа, таким шагом. Я потом после этого в бассейне могла нырять. Серьезно. Аня Горохова из-за своего непобежденного страха она потеряла возможность попасть в финал. Отдыхаем на веранде на нашей. И выходит Оксана и говорит, типа, Девочки, тут сообщение пришло. Какая Оксана, блядь? Я что-то не пропустил? Ксения Милос от Оксана? Не говорите мне, пожалуйста, что я дебил. Ань, тебе. О, давай, что там. Слышите, меня сейчас вообще не по себе. Вы меня ткните, что Ксения Милос от Оксана? Анна Костина, теперь твой черед. Для того, чтобы добыть ключ, тебе нужно найти человека. Он из Испании. Почему такое задание? Ну, потому что, мне кажется, это вот это вот. Ну, вообще. Для меня человек не собран. Для меня человек далеко не наблюдателен. У него татуировка в характерном месте. И он чуть не погиб, когда охотился на акулу. Он что, реально с акулами плавал? Может, это пират? А, кстати, да, логично. Нам скинули локацию и сказали, идете вы все вместе туда. Ну, а мы принарядились, такие красотки. Блин, как круто. Начинаем. Жалко, GGBet реклама закончилась. Ребят, я надеюсь, вы уже все ставите, да? Дальше и видим просто нереально здоровый пиратский корабль. Будто бы его из какой-то сказки, либо фильма приключенческого вот так вытащили и погрузили, сделали реальным. Я уже хочу туда быстрее. Людей было вообще прям нереально много, всяких разных. И среди этой толпы необходимо найти того единственного, у кого заветный ключ для Ани Костиной. На все у нее есть всего 40 минут. Если она найдет этот ключ, девочки смогут открыть сундук, в котором хранятся их голоса. Анна Костина будет сдавать экзамен на умение общаться, использовать все коммуникативные качества и свое обаяние. Типа Ане Костиной тяжело общаться в России, учитывая то, что она там родилась. И вы Аню Костину посылаете на какой-то пиратский корабль в Мексике, где 6 тысяч человек, и люди говорят на испанском. Которое у нее есть, но ей необходимо его достать из глубины. Просто сосредоточенно и внимательно буду сейчас изучать. Это самое легкое задание из всех заданий. Все, мы зашли на корабль, пошли на наши места. Атмосферненько. О, мам, на каблуки. Пираты Карибского моря, какие-то веселые, разрисованные люди. Я такая, думаю, блин, я окунулась в детство. Девочки в предвкушении праздника. И только Ане Костиной. Похоже, не до веселья. Нашли привезли в напитки. Один из паратов был разговорчик. Я его обсматриваю, обсматриваю. Я иду танцевать. Бери подругу и пошли со мной. Думаю, так, ну не может быть, что это он. Так вот на блюдечке с глубокой емочкой сам он прийти к нам и вот так стоять у нас постоянно. Я думала, нет, это слишком просто. Я решила отправиться по кораблю и искать своего пирата. Ну, я начала присматриваться к каждому пирату. А им тоже, блядь. Окей, спасибо. Говорю, что он из Мексики. Я говорю, бай-бай. Что вы все здесь в Мексике? Вообще не понимают. Ладно, все, неважно. У тебя ключ. Замок, класс. Что есть? Ключ. Давай. Типа, я такая думала, так, ты меня сейчас что, запутать хочешь? Нет, я думаю. Плес, не. Ага. Он такой начинает искать, и думаю, ну все, слабо. Типа, шикарно, шикарно. Я такая говорю, ты че? Вообще барбос. Ты мне зачем даешь сейчас вот эту точилку? Мне ключ нужно. Он такой, а, ну, ну, ключа нету, типа. Все. Короче, пошла, потом я к следующему карату, на другой конец корабля. У Ани остается всего 10 минут на поиск ключа, и сейчас она рискует провалить этот экзамен. И там стоит вот такой маленький-маленький, такая полторашечка. Я такая, серьезно? Так стоять, никуда не уходишь. Так, все, я тебя держу, не отпущу. Наконец, первое совпадение. Переданий пират родом из Испании. Также в задании говорилось, что у пирата с ключом должно быть тату. Лайк тату? Да. Может, иногда, да. Да, ладно. И я посмотрю на его руки, и у него есть татуировки, но их настолько не видно, я не знаю. Шоколадный заяц мой. Ию, вода, и ты. Правда, так, там плавал с акулами. Плавал с акулой. Шорк, шорк. Шорк, шорк. Акулы – это теперь шорк. Записывайте также в ежедневник. Есть? Плавал? Да? Совпало уже два признака. Но и времени осталось всего пять минут. Аня, надо действовать. И я начинаю его обыскивать, и я говорю, господи, что я делаю в этот момент, почему я его трогаю. А он еще такой стоит, типа, да, да, давай, обыскивай, давай, лапы, лапы, и меня. А если у него в стопошках? А в руках? А, да, я хочу. Вот он. Гатя! Короче, ба-бам, я нашла ключ. Я и Аня, молодец. Что, Лунтик справилась, смотрите, подошла ко всем людям, не стеснялась, не боялась, пыталась общаться на каком-то своем ломаном английском. Акулы – это шорк теперь. Та-та, тр-та, Аня, вот и молодец. Эй, где ключ? Эй! О, ударник! Я прихожу к девочкам, и они там рады, такие, о, молодец, вообще красава. Блин, получается, только горох ключ не получила. Класс. Она справилась, мы давали обниматься, думали, молодец, сама же. Говорит, она пошла, сама его нашла, я обошла весь корабль. Конечно, было очень сложно, потому что ты... Если бы не было языкового барьера, то это было бы гораздо проще. Напомним, всю неделю девочки решали и голосовали, кто, на их взгляд, хуже справлялся с каждым экзаменом. И теперь пришло время узнать, кто, по их мнению, не достоин попасть в финал. У нас было три ключа. А у меня самый ржавый, да? Я самая старая, и у меня старый самый замок. Мы открыли сундук. Почитаем голоса. А что так много? Заданий-то много было. Что я только и слышала. Ксюша, милость, Ксюша, Ксюша. Ксюша с сердечком. Сама себя написала. Оксана. Оксана, потому что Оксана. Ксюша, это какая-то Ксюша, очень мило. Но она Оксанка. Оксана, милость, как это ужасно звучит, да? У Вани Грохова не было голосов. Зарина. Пять голосов было у меня. Костина. Два голоса было за меня. Раз, два, три, четыре, пять. Десять голосов было за Ксюшу, милость. Это было очевидно. Ну, конечно. Нет, конечно, это не был слиф. Ни в коем случае. Как бы мы к ней не относились. Я все для этого сделала. Зачем, Ксюша? Я хочу видеть вас в трех финале, и все. Девочки потрясены реакцией Ксюши. Но чем ближе к финалу, тем сильнее проявляются качества каждой ученицы. Ну, начала она подздуваться, и тут она поняла, что она хочет уйти по красоте. Как благородная дама. Мне кажется, сейчас ты просто играешь. Я понимала, что она просто сидит, врет. Мне вообще не верится, что она такая, да, я хотела, чтобы вы были в финале. Мне не надо. Чего, блядь? Это просто такой ход. Это Ксюшин ход. Ход конем называется. Единственный человек здесь, который достанет победы, это только ты. Вот тут ни с того ни с сего начинается такой моментик, когда говорит, Аня, у тебя нет ключа, я отдам тебе свой. Ну, давай сейчас не будем это делать так, будто ты не отдаешь свое место. Нет, подожди, при чем здесь место, Аня? Вот сейчас здесь? Вот этот ключ, ты его достала, Согнат. По отношению к себе, я не верю вообще в какое-то отношение там искреннее. Вообще, просто крест. No, no, no. Подожди, Ксюш, ты сейчас берешь и просто, типа, сдаешься? Я не сдаюсь никогда. Сейчас это так выглядит. Я сюда зашла изначально, как на социальный эксперимент. Жесть какая. Она просто называет то, что она здесь прожила, социальный эксперимент. Попробовать посмотреть, насколько я могу выжить. Все женственность, сексуальность и так далее. Поняла, что могу. Сейчас мы сидим на 15-й неделе, перед финалом, и ты говоришь, это был социальный эксперимент. А ты понимаешь, да, что ты, ну, типа, тупо занимала чье-то место, кто больше в этом нуждается. Ты в грудь била, говорила, что нет, мне это нужно, и я тут, типа, меня афет. Тебе нужен был хайп, Ксюш. В чем здесь хайп? По-любому. На второй неделе, на второй неделе вскрылся. Почему ты не говорила, что это социальная твоя экспириенция, и ты всегда говорила, что ты хочешь измениться? Ну, ты хайпанула конкретно, Ксюш. Когда она начала заводить вот эту песню, я сказался, что, что за х**, я даже слушать не хочу. Ну, ты понимаешь, да, что сейчас этот разговор показал все. То есть, ну, ты сидишь, и ты говоришь на 15-й неделе, я не изменилась. Бля, ее еще начинают сейчас разваливать, и мне кажется, она сейчас начнет реагировать уже неадекватно. Социальный эксперимент, это самовнушение. Но я не знаю, почему, типа, ты даже не попыталась измениться внутренне, не внешне. Если бы ты стала чутка проще, я к тебе бы потянулся, мере, я тебе говорю. К тебе тянутся люди на первый взгляд, а потом, тьф, все. Ну, потому что мне это не нужно, понимаешь? Тебе, ну, Ксюха, ну зачем ты? Ладно, стоп, вот сейчас стоп. Да, она одинока, я говорила это сто раз. Я вижу, что человек внутри, ну, типа, очень страдает. Ты боишься, что на самом финише будешь не ты победителем? Хороший вопрос. Я честно скажу, что для меня есть единственный страх. Я ненавижу проигрывать. Боишься, что на самом финише просто скажут мне твое имя и фамилию, что не ты победил? Да, 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 я сразу вспоминаю выборы. Это же самый-самый-самый-самый, что на есть наглядный пример. Я уверена, что это самая главная проблема. Ксюша, неужели ты готова пожертвовать всем, чего достигла на проекте, только из-за страха проиграть в финале? Ну, итог такой. У Ани нет ключа, у Ксюши больше. Да хватит, Ксюша, давай не будем. В моих глазах у тебя есть ключ? В моих глазах у меня нет ключа. Хорошо, это в твоих глазах у нее есть ключ. Она не достала свой ключ. Да, да. У тебя больше всего голосов. Но у тебя ноль голосов. Но у тебя десять, мы в номинации. Но тут решение, мне кажется... За учителями. Если выгонять, то выгонять Милос, правда. Если, ну, судить по последней неделе. Будет обидно, если выиграет она. Потому что, на самом деле, есть люди достойные ее, которые от души отдавали здесь и пытались как-то себя менять через... Я полно согласен с Ариной, вообще прям железно. Боли, какое-то разочарование. И были излеты, и падения. И просто, если возьмет какая-то Ксюша Милос, которая пришла за хайпом, за толпой, за какими-то лайками, за подписчиками. Это будет нечестно. На этом испытание в Мексике закончилось. Наступает время узнать, кто, по мнению преподавателей, хуже всех справился с экзаменами. И кто сегодня покинет школу, будучи лишь в шаге от финала. Короче, возвращаемся мы в Москву. Такие загорелые. Увидели наших преподавателей. С приездом, дорогие полуфиналистки. Подведем итоги вашего путешествия. Да, мы понимаем, что это церемония на выгон, что кто-то сегодня уйдет домой. Так, начнем с вас. Анна Костина. Как вы считаете, все ли экзамены вы сдали? Ну, один, возможно, нет, не сдала. Не то, что не справилась. Ну да, не справилась, что не было настроения. Вы, к сожалению, не сдали один из главных для вас экзаменов. Экзамен на женственность. А, это был экзамен на женственность? Ну, сорян, правда. Остальные, да, я старалась. И свое индивидуальное старалась. Быть твердая хорошистка. Для меня быть хорошисткой, это вообще отлично, я бы сказала. Я никогда не была хорошисткой. Ну, если брать там школу. Ну, для меня хорошистка, это не очень приятно. Хорошистка, это значит, ну, ты не дотянула. Итак, Анна Костина. Мы с преподавателями считаем, что вы достойны того, что... А, жесть, типа, Лунтика оставляет, и потом начинается просто ужас. Вы стать первой финалисткой среди ваших... Ну, я рад, я рад за Лунтика. Четвертый. Бу-бу-бу, салюты, дышь, 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 дышь. Я очень рада. Это очень долго, долгая дорога к этому финалу была. И очень тяжело все было. Зарина, вы не сдали два экзамена психологические на кладбище. Я не могу еще так просто говорить об этой утрате, вот так, как разговаривали девочки. Имеете право на свои чувства, скрытые внутри. Но почему вы ушли в протест? Моя личная, я на камеру это не делаю. У нее снова проблема с протестами? Просто я мама протестов. Держите тут протест. Там, на, вот тут я не буду делать, тут тоже. И экзамен на толерантность и уважение к чужим традициям. Мы говорим о племени майя. Мы поругали из-за того, что я плакала из-за курицы. На пятнадцатой неделе в школе леди Зарина позволить себе такие эмоциональные срывы, это недопустимо. Ну я вообще считаю, что Зарина в очень многих моментах ведет себя как ребенок тупо. Ей не сказали, что да, вы финальный, ей не сказали, что ты домой, а это как раз заметочка на то, что возможно ты уже в номинации. Анна Горохова, как прошла для вас эта неделя? Единственное, с чем я не справилась, это с индивидуальным заданием и все. С остальным, ну мне очень все понравилось. Все экзамены мы считаем в издалев. Кроме одного. Дайвинг только самое главное такое задание, я провалила. Да, вы попытались это сделать, но паника настолько вас захлестнула, что... Стояла я вообще очень жестко на самом деле переживала о том, что я могу сейчас в шаге просто от финала уехать домой. Анна, вы хотите стать финалисткой? Конечно хочу. Во-первых, потому что я прошла здесь очень долгий, сложный путь. Во-вторых, я достойна этого, потому что я сделала очень много усилий над собой, чтобы сейчас... Зачем это лицо? Здесь стоять, ну типа когда меня спросили, мне это вообще не понравилось. Мне кажется, что я сижу здесь, и я как никто другой заслужила. И как никто другой старалась очень сильно. Мы считаем, что вы не заслуживаете. Чтобы мы отправили вас домой, Аня. Такие, о-о-о, ничего себе, ну вот, Мария Владимировна, вот... А учителя, блин, да умеет, блин, да? Вообще азартная дам, какие шутки кидает. На секунду я подумала, что все, до свидания. Несмотря на страх, вы смогли пересилить себя и попросили второй раз погрузиться. О, я это отметил. Я реально могу быть там в учителях, ну позовите. Большой шаг смелого человека. Вы, Анна Горохова, становитесь второй финалисткой. Спасибо большое. Я не только довольна собой, потому что я в финале, я довольна собой, потому что я реально очень много взяла. Ну и все, мы порадовались, крутяк, молодец, вот. И, короче, начинаю там Милос говорить. Ксения. Вы справились с экзаменами в Мексике? Ну, по большей части могу сказать, что нет, я не справилась с этими испытаниями, заданиями. Ну, ой, ну это все. Это опять программа ее индивидуальная. Ну, тому прямое доказание количество голосов. И мои тоже, которые были против себя же. Порядка десяти, по-моему, да? Десять. Десять. И тут просто, вот это было для меня вообще эпично. Что больше всего нас огорчило, Ксения, что во время обсуждения голосования вы начали говорить о том, что за пятнадцать недель в школе леди вы ни капельки не изменились. Это так? Ну, Ксюша с полной уверенностью говорила нам об этом разговоре, что она ни капельки не изменилась. Прям твердо стояла на это, что это и оказалось не нужно. Это был ее социальный эксперимент. Я просто стою и жду того, что она скажет, да, типа, это было все самовнушение. Ну, конечно же, я изменилась. Но... Блядь, какой... О, боже мой, какое же это просто, блядь, переобовочное. В чем? Ну, это внутри. И мы такие, о, ты что, Ксюша, серьезно? Я просто вообще в таком не в шоке, недоразумении, не могли понять, что происходит. А попробуйте сейчас нам это объяснить. Ну, я не хочу этого сейчас объяснять, потому что для меня это слишком лично, это слишком глубоко. Об этом не знает никто. Я это не озвучила даже сама себе. Я просто это чувствую все. Просто фокусница. Она умеет удивлять. Я изменилась в глубине души, в самых потайных уколках. Мы начали смеяться, да. Но она понимает то, что все, мы над ней уже стебемся. И так пришло время принимать решение. Я поняла, что мы остались с Ксюшей, с Ксюшей Милос, и будем, ну, будут кого-то выбирать из нас. Нам это решение принимать несложно. Легко. В какую сторону-то? В какую пользу легко? Третьей финалисткой становится... Зарина Голубцова. Ес! Ееееее! Как будто чемпионат мира выиграет! Все, я думаю, вообще круто, хоть что-то наконец-то произошло хорошо, типа. Ну что, очень обрадовалась. Девочки подбежали ко мне, начали хлопать, обнимать. У меня Ксюша стояла в стороне. Зарина, вы счастлива? Да, спасибо. Не ожидала. Я не знаю, плачу от всего. Вот последнее время... Очень все. Вообще идеальный, потрясающий исход. Все вот как у меня было в голове. Конечно, плачу от того, что сейчас у нас эмоции хорошие, которые я испытываю. Я этого, ну, на самом деле, я чувствовала, что этого заслуживают, то, что они это оценили, да, несмотря на то, что у меня происходили вот эти там сбои какие-то, да, с эмоциональными моими срывами. Ксюш, вам есть что сказать? Ну, спасибо за все. Спасибо за то, что вы дали мне возможность пройти эту жизнь. Вообще, я хранила свое право вето для финала. Мы такие, да нет! Ну вы что? Ну вы серьезно? Да нет! Третье право вето – мое личное. Я сохранила для вас, Ксения. На что мы очень расстроились, сказали, что не нужна нам Ксюша милость в финале, нам и так хорошо. Слишком много у нас осталось вопросов к вам. Так задайте здесь, и она поедет. Ну, я считаю, что Ксения милость недостойна финала. Вы становитесь четвертой финалисткой школы леди. Состав финалисток меня полностью устраивает трех финалисток, да? Но четвертая – это просто не пришей к одной штуке рукава. Вот как груз какой-то тянется за нами, и все. Итак, по решению преподавателей, в финале остаются все четверо учениц. Сейчас у всех равные шансы либо проиграть в шаге от победы, либо стать победительницей третьего сезона и получить золотую брошь школы леди. Ну что ж, на этом ролик мой закончен. Не понравилась мне концовка, расстроился немножко, как и девочки. Посмотрим, что будет в следующей серии. Это будет шестнадцатая, и финальная будет семнадцатая. Получается, в следующей серии будет уже точно определено, кто финалистки. Это три человека. Очень надеюсь, что будут все три, которые были сейчас. Без вот этого праввета. А с вами был Евгений. Обязательно ставьте лайк, пишите свое мнение, что-то как. За то, что повалялся немного, извиняюсь. Все, давайте. Пока. Спасибо за просмотр. Пока. Пока.